А как воровать карточки с помощью NPM-пакета? Прощай, Material Design! Как устроиться в Netflix? Погнали! Как устроиться в Погнали! Короче, мы с вами приветствуемся, ребята. Проект UwebDesign, подкаст «Суровый веб», выпуск 153. И уже 23 число у нас на часах. То есть мы, как бы сказать, в ночь с 22 на 23 это пишем. Поэтому вот в Челябинске уже 20 минут первого, поэтому 23 января 2018 года. Меня зовут Александр Гончаров. Да, меня Никита Тарасов. И знаешь, что думаешь? Мне кажется, могли ли мы с тобой, вот один разочек-то не записали на прошлой неделе, могли ли мы разучиться уже за это время записывать подкаст? Как ты считаешь? Слушай, я вот каждый раз, я все-таки сдал на права, а если вдруг кто-то следит за новостями из мира моих водительских удостоверений. Так вот, я каждый раз, когда месяц ждал следующей пересдачи, я думал, блин, возьму-ка я вот прям по два занятия перед очередной, так сказать, попыткой, потому что... А вдруг я уже разучился водить? И ни хрена, каждый раз садился и как будто не вставал, так сказать, из-за руля. Но, видимо, месячный, так скажем, перерыв, он не сильно большой, потому что вот жена у меня, она периодически говорит, там, две недели не посидит, вот что-то уже как бы вот не по себе там, как-то вот за рулем-то непонятно, там, это-то. То есть, ну вот я не знаю, вот у тебя как? Ты разучался водить? Ну, не знаю, я просто, видишь, много ездил до этого. Но, в принципе, давай так, есть некая неуверенность, допустим, когда ты реально долго не садишься. Вот долго не садишься, ты как бы выезжаешь, но у меня быстро она проходит, там, хоп-хоп-хоп-хоп, врезался в кого-нибудь и поехал дальше, нормально. Вот. Но я думаю, что да, те, кто с маленьким опытом, если вы понимаете, о чем я, те могут, наверное, быть неуверенными. Вот так же мы с тобой, мы с маленьким опытом подкасты. Я сам ответил просто на свой вопрос. Мы уже не с маленьким опытом, мы же давно здесь сидим, 153 выпуск, в конце концов. Если так вдуматься, это раньше они у нас были по 20 минут, а было и такое время. Ну, 20 я, может быть, превратился. Может, сегодня тоже 20 минут. Мы уже 20 минут базарим, понимаешь, уже не получится. Вот, поэтому, а некоторые-то по 3 часа бывали подкасты, поэтому я считаю, что мы уже не разучимся. Но вообще судить вам, уважаемые зрители и слушатели, пишите в комментариях и ставьте лайки, так сказать, оценивайте. У нас начинаем. Первая тема называется «Прощай материал дизайн». Она у нас громкая, она у нас такая. И вот, чтобы ты понимал, она громкая. Я ее поставил первой, потому что, ну, она такая провокационная, да, кликбейтная. Но сам пост вот на этот, на Medium я не оценил ни одним хлопочком. О, вообще даже ни один из 50. Да, я это сделал умышленно. Потому что вот другие тоже у нас было несколько тем с Medium и еще. И вот их я 50 хлопочками оценил, они прям классные. А тут вот, ну, мне, я когда эту тему открыл, я был прям curious, я прям хотел знать, вау, как, что, почему. Потом я прочитал, думаю, ну, окей. Но как бы я вот хочу, чтобы наши зрители, они прошли тот же самый путь, что я прошел. И поняли, что это все пшик. Короче, Эмин Дурак, у него фамилия Дурак, я не шучу. Ну, уже можно закрывать статью, считай. Уже ни одного хлопочка можно не ставить. Вот, да. Вот он, ну, я так думаю, это мужчина, он написал статью о том, что... Так бы дура был просто, Эмин Дура, понимаешь? Вот, вот, да, Эмина Дура. Вот, он написал статью о том, что уже вот подзадолбал материал дизайн. И как бы я понимаю, куда он клонит, что он, ну, действительно, он подзадолбал. Он часто уже встречается и смешиваются, так сказать, интерфейсы. Я уже не понимаю, я в гугловских интерфейсах или кто-то у них уже это взял, потому что так много людей уже используют материал дизайн гайдлайн, что, ну, начинаешь путаться. И вот он как раз о том и пишет. Создавался этот проект как внутренний проект для нужд гугла. но уже он, ну, как бы, реально в шороху-то навел. И многие люди его используют уже просто на своих, так скажем, пэт-проджектах. А я вот недавно узнал такой термин, пэт-проджект. Это вот то, что ты делаешь для души, это называется твой пэт-проджект. То есть, грубо говоря, твой проект питомец. Так вот, много кто использует материал дизайн на таких. И, ну, в самом деле, даже для всяких там вот Vue.js есть Vue.tify. И это как раз вот библиотека, которая материал дизайн компоненты адаптирует под Vue.js, чтобы их было очень легко и удобно использовать. Поэтому, да, это действительно есть. Но автор вот считает, что эмин, дурак. Что то, что сработало для одной компании, не обязательно должно сработать для всех остальных. И он говорит о том, что вообще вот интернет – это разношерстное очень место. И вот Google, они этот материал UI придумали в основном для мобилок, причем для андроидов. Они это сделали для того, чтобы, ну, в первую очередь, давай с тобой подумаем, а мы с тобой думаем иногда, о том, что они это сделали для того, чтобы был какой-то унифицированный язык для разработчиков приложений в Play Market, чтобы не было все разношерстно, как это было во времена 2-го, 3-го, 4-го андроидов, а чтобы была некая унификация между этим всем и все, ну, как бы пользователи, которые пользуются андроидом, они хотя бы не каждый раз учились заново, когда в какое-то новое приложение заходят, а как-то по наитии у них что-то получалось. Так вот, из-за того, что Google, так скажем, весомая компания, очень много кто стал использовать материал дизайн, а вот здесь пытаются понять, ну, сказать, что вот, говорит, что вот такое материя, да, вот, ну, материя можете как угодно назвать, по факту это, говорит, бумага, в основном бумага, то есть листы бумаги, которые вы раскладываете друг на друга, и он говорит, а вот какая бумага? Вот бумага же бывает разная, это вот газета, журнал, там, роман, энциклопедия, книга с иллюстрациями, детская книга, ну, так скажем, в залупы немного полез, но... Я бы сказал, в дизайнерскую. Вот да, но в синюю такое, да, в синюшное вида, извините. Непонятно, почему он прикопался, какой это именно вид бумаги, то есть он говорит, что у всех этих носителей информации у них разная бумага используется, и для них нужен разный стиль, то есть если это детская книга, там есть какие-то действительно объемные вещи, знаешь, вот эти вот книги, ты открываешь разворот, и у тебя там хоп и теремок на тебя прям 3D-шный, ну, в смысле, реально такая аппликация, но не знаю, как правильно сказать, короче, раскрывается такой объемный теремок бумажный там, полукартонный, вот, поэтому, вот, а в вебе, говорит, еще больше разнообразности, то есть тут у тебя есть банковское приложение, есть какой-то там Netflix условно, есть YouTube, а есть вообще уютный блогик, на котором там, вот, на всех из них должно быть, должен быть абсолютно разный интерфейс, а вот с приходом материала все попытались это и в вебе унифицировать, только вообще непонятно, почему вокруг вот этого фундамента, что бумага. И вообще, говорит, вот смотрите, простой пример, типа, ну, он озаглавил этот абзац Shade Porn, теневая порнуха, в том смысле, что действительно очень много теней, и для любителей теней прям все классно, они такие заходят и, о, вау, теньки, а какие, то есть, ну, сами по факту теньки не такой имеют UX-овый смысл, потому что, ну, говорит, а вы часто вообще раскладываете листочки бумаги друг на друга, то есть, даже в реальной жизни, то есть, ну, если бы это было что-то подобное с кевоморфизмом, можно было бы понять, но в реальной жизни тоже никто не раскладывает листочки бумаги друг на другом, ну, кроме того, что лежит стопка бумаг, но когда лежит стопка бумаг, ты все равно оцениваешь только верх у нее из них, остальные у тебя где-то под стопкой, а здесь именно ты, грубо говоря, вырезанные кусочки бумаги должен раскладывать, ну, то есть, детская аппликация, это, конечно, да, но во всем остальном непонятно, какого хрена. Ну, опять же, вот он докопался. По факту я уже привык к материал-дизайну, я привык, что много где он есть, много где используется, я вот к этим абстракциям, я их уже для себя придумал в голове, что вот здесь они такие. И я их уже достаточно органически воспринимаю. Почему он именно сейчас решил к этому прикопаться, непонятно. На самом деле все аргументы, которые он здесь приводит в этой статье, они были справедливы и в тот момент, когда этот материал-дизайн только появился. Но почему-то вот именно сейчас он решил об этом написать. Ну, окей, почему бы и нет. И он вот тут все упирает, что на телефонах это действительно удобно, что там большие кнопки, вот здесь он пишет дальше, что много всяких анимаций. Ну, короче говоря, его обескураживает то количество фидбэка, которое дает материал-дизайн. И там-то полосочка перепрыгнула, и еще и сверкнула в том месте, где ты тапнул. И говорит, если это тачскрин, то это действительно, ну, оправдано. Ты пальцем не совсем, ты из-за пальца иногда даже сам не видишь, куда ты тапнул, потому что тебе палец это же и загораживает. А тут у тебя после того, как ты тапнул, еще какое-то время остается след в том месте, где ты нажал, и тебе это действительно, ну, помогает, и ты понимаешь. А вот, ну, этот бегунок желтый, ну, он, этот бегунок, он интересный и просто в десктопных интерфейсах, чтобы ты понимал, из какого места в какое ты попал. То есть транзишены между переходами, они действительно несут смысл, но вот эта вот гигантская область, которая вот показывает, куда ты кликнул, когда ты кликаешь мышкой, у тебя не возникает сомнений, куда ты кликаешь, потому что это достаточно точное устройство ввода. Ну, да, я не могу как бы с ним поспорить в этом отношении, но, во-первых, это все настраиваемо, то есть интенсивность вот этих всполохов можно настроить и так далее, но, опять же, вот я, когда вот эти материал-дизайновые кнопки жму, вот там внутри кнопок тоже вот есть эти круги по воде, так скажем, я так для себя ассоциирую, мне приятно. То есть я вот понимаю этот, это взаимодействие, эти круги, не как то, что я именно сюда нажал, а как то, что я хотя бы нажал. То есть вот в CSS вообще есть псевдокласс Active, который активируется тогда, когда ты жмешь на что-то. Вот когда ты жмешь на ссылку, у нее красненьким бывает. Знаешь цвет? Ну да, конечно, конечно. Знаешь или нет? Знаю-знаю. Алло. Да-да-да, знаю. Да. Алло. 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 Да, алло, алло, алло. Блин, я дурак. Я выключил весь звук для того, чтобы не слышать уведомлений. Но как бы твой звук... Но тем смешнее будет, мы же дорогу-то пишем твою у тебя, тем смешнее будет, когда я потом послушаю, что ты тут говорил. Хотя, конечно, и не послушаю, но ты скажи мне вкратце, что ты мне отвечал. Не-не, я... Ты бы сказал... Знаешь ли, красные ссылки? Я сказал, да, знаю, как бы. И ты тут меня не услышал в этот момент, потому что... Зачем? Ну вот да. Вот и тут эти круги по воде, так скажем, я просто понимаю, что хотя бы кнопка была нажата. Мало ли там что-нибудь вкладка в браузере тупит там, я туплю или что-то еще. И когда ты нажал на кнопку, особенно если нету вот этого курсор-пойнтера, ну, то есть ручки, которые жмят, а мы опять же в этом подкасте обсуждали, что вот для кнопок ручка не нужна. Ручка нужна для ссылок, чтобы ты понимал, что у тебя куда-то ты перейдешь. А кнопка, она зачастую просто меняет что-то на этой странице, и там типа ручка не нужна. Ну ладно, это уже тема из другой статьи. Ну и вот он тут же говорит опять, вот есть материал дизайн, да, если все гайдлайны посмотреть, то там нету даже компонента форма. То есть там есть инпуты, но именно формы, которые просто, так скажем, вокруг создаст, видимо, какую-то рамку, или что именно он хотел от вот просто формы-формы, но там есть карточки вот эти, и у них можно этот элевейшн поднять, что это та тенька, которая будет. Вот тебе и форма практически. То есть я не совсем понимаю, что он именно хотел от этого, потому что, вот даже я читаю подпись под его скрином, что вот форма самый используемый компонент в вебе, а в материал дизайне нету компонента, который показывает форму. Диалс выйдет. Есть только инпуты. Почему нету? Ну реально, в кард это все оберни, и вот тебе уже и форма. Немного непонятно, но вот он говорит о том, что в 21 веке мы, конечно, все хотим консистенси, консистенси, но вот непонятно, зачем настолько все это унифицировать, потому что есть много разных, так скажем, юзкейсов, и использовать один вариант для них всех, это типа не true. Вот так считает автор. И я тоже микро-ремарку сразу сделаю, потом тебя спрошу. Вот есть такое понятие, вот, кстати, у нас одна из тем дальше будет законы UX, и там один из законов это то, что вот в мире, кроме твоего приложения, есть еще сотни тысяч приложений, и вот в них почти во всех, скорее всего, вот там какой-то момент реализован одинаково. То есть если это ошибка, она красным показывается. Вот не надо пытаться у себя сделать, а вот у меня будет не красное, а фиолетово, потому что это будет конфьюзить людей. К сожалению, ты не можешь выдернуть из их обихода то, что они пользуются еще десяткой, десятком или сотней приложений, и если у тебя будет похоже на те приложения, у тебя будет больше шансов, что твоим тоже будут пользоваться. Вот тут, к сожалению, какой-то определенный конформизм, при том факте, что он убирает какую-то индивидуальность и не дает тебе сделать тот экспириенс, который вот должен быть именно у тебя, причем даже вот, ну, с точки зрения UX-а правильный, ты это обмениваешь на то, что у тебя будет хотя бы узнаваемость сразу с нуля. То есть человек зашел, ага, это кнопка, это здесь меню, я знаю, я видел, как она работает на Google календаре условном, и здесь она будет работать точно так же. Поэтому это, это палка о двух концах, и, наверное, если ты какая-то крупная компания типа Apple, ты можешь действительно насрать на Material Design, сделать что-то свое, и, и реально, у тебя такой большой юзер-бейс, что ты вполне способен выехать на этом, хотя, наверное, если бы они сделали еще и Material Design, то количество было бы еще больше, но это уже, так скажем, большая экономика, если бы они так сделали, то у них бы акции упали, а у Google бы повысились, и там как бы, ну, да. Вот, ты-то что считаешь по поводу вот этого всего? Не, ну, ты как бы поматешь, все правильно сказал, просто Apple, собственно, и сделали свой дизайн, у них же абсолютно, они никак к Material Design не привязаны. Ну, да, да, у них тоже есть гайдлайны. Я просто хочу сказать, что, во-первых, и Material Design-то, как я понимаю, до сих пор не особо доделан у них, и Google все еще на всех своих сервисах не везде соответствует этим гайдам. Ну, да, мы с тобой как раз пару подкастов назад обсуждали, что Google Календарь обновился, еще там пару месяцев до этого Google Карты обновились, хотя Material Design уже два года, как, так скажем, внедрен. представлен нам, поэтому... У меня самое главное, смотри, у меня такой вопрос, даже не то, чтобы он как бы по теме, но он немного отвлеченный. Вот именно люди, которые реально дизайнеры, да, вот допустим, ты дизайнер и слушаешь почему-то этот подкаст, вот именно здесь, на этом моменте. Мне интересно, чтобы вот они написали в комментариях, если вот ты там, короче, каждый день дизайнишь там по новому проекту, нового приложения, там, причем и под iOS, и под Android, вряд ли люди только под Android, да, дизайнер, они же и под то, и под другое. Насколько ты вообще наизусть знаешь, где надо заглавными написать все в Android, где надо сделать такую-то тень, где надо то-то, потому что я допускаю, что может так быть, может так статься, что, короче, когда ты делаешь дизайн под Android, ты забываешь какие-то элементарные вещи, разработчики Android знают материал дизайн очень хорошо, вот просто зная как бы по работе, ты вот где-нибудь заглавные буквы не сделаешь им, они тебе скажут, чувак, а это вот не по материалу, а знаешь, почему они знают? Потому что они нативные элементы используют у себя в разработке. Ну, конечно, они просто баттон кладут, который называется баттон. Он у них, да, а он их заглавные буквы, а ты им в дизайне нарисовал просто какой-то бред, короче, не по материалу, все, сразу видно, сразу бросают. Вот мне интересно, насколько вот люди, которые реально дизайнеры, насколько вот они учитывают это, насколько помнят наизусть, вот как только ты делаешь, или они каждый раз сверяются, вот каждый раз открывают материал дизайна, идут, смотрят, а как там кнопки оттуда копируют, вот мне вот это интересно. Мне кажется, топовые дизайнеры, хорошие, они просто, ну, помнят это на память действительно. Может, что-то подгугливают, если сомневаются, это как вот, там, я не знаю, с нативными функциями JavaScript, ты вроде как бы помнишь, как вывести сегодняшний день, но если вдруг ты чуть-чуть тупанул, ты подгуглил, и как бы да, когда ты чуть-чуть тупишь, ты знаешь, что ты чуть-чуть тупишь, ты смотришь, и что-то не то. То есть это, это, наверное, и отличает опытного дизайнера от неопытного. А что касается того, что дизайнят не только под одно, мне кажется, там, где действительно приложение под несколько платформ, скорее всего, там уже не один дизайнер трудится, и мне кажется, там есть какое-то разделение труда, типа вот, Вася делает под Android, а Петя под iOS. Ну, это сложнее тогда, понимаешь, тогда консистенции будет сложнее, когда два разных человека делают еще и iOS, один, а второй Android, это им надо друг друга учитывать, смотреть, копировать, чтобы одинаково было, это, ну, короче, хрен его знает, как у кого устроено, может быть, так и есть, может быть, знаешь, есть сиамские близнецы, один Android, один iOS, и они друг друга чувствуют. Это достаточно тяжело друг с другом, поэтому, ну вот, я тоже, я с удовольствием почитаю, что нам ответят в комментариях по этому поводу. Вот, сколько бы ты хлопочков из 50 поставил в этой статье? Ну, ну, согласен, здесь хлопочки, как бы, не то, чтобы неуместны. Они неуместны, действительно, ну, написал и написал, но охренеть теперь, ну, не понравился этим материал дизайн. Знаешь, такое ощущение, что его обидели чем-то, материал дизайн. Ему написали, что он лох на стене в стиле материал дизайна, и его теперь это бесит просто. Ты имеешь в виду, у него это, у него жену чувак увел, который в материал дизайн? да, материальный дизайнер, материал дизайн дизайнер, который вот только под Android знает, под iOS не делает. Вот такой у него жену увел, скорее всего, по Эйнштейну, или по кому-то. Хотя такой вряд ли мужеский, ну ладно, все. Окей. У нас дальше полезная информация. Полезная информация для вас всех. Для вас всех. Полезная информация. Вы думаете, что мы ее повторяем зря? Нет. На самом деле она очень полезна каждому из вас. Во-первых, у нас, у нашего проекта Eweb Design есть Patreon. patreon.com slash ewebdesign ссылка. Заходите, участвуйте в жизни проекта, вот прям напрямую, когда будете нашим патроном. Это напрямую участие в нашем проекте. Абсолютно. Практически как будто вы с нами сидите в подкасте. Только просто материальную помощь оказываете, а мы, соответственно, записываем подкасты. Здесь есть большое количество разных наград, и они не иллюзорные. То есть я каждый месяц прям мы с Алиной отправляем стикеры счастливчикам, потому что если вы донатите 5 долларов и больше, то первая разовая награда, первый месяц, когда вы эти деньги вносите, вам прилетают два стикера бесплатные. И Eweb Design, и Eweb Games. Просто майндбловинг. И вообще вот Патреон это самый прикольный способ нас поддержать. То есть он такой с метафорой. Понятно, что можно напрямую там на Сбербанк денег кинуть, что называется, но на Патреон прикольнее. Несмотря на то, что там есть какие-то комиссии, и на ввод, и на вывод, так скажем. Вот. Но оно хотя бы подогревает интерес. То есть вы видите, сколько уже человек занесло, сколько поскольку. И это такая игра, ради которой вот мы посчитали целесообразным оставлять какую-то микрокомиссию, просто потому, что это прикольно. Поэтому, если вы хотите быть прикольным, зайкой, то можете нам занести на Патреоне. Мы поблагодарим. А все, кто свыше десяти заносит, их мы в список даже записываем. Поэтому... Да, да. Кроме этого, у нас есть сайт eubesign.ru. На нем можете зарегистрироваться, оставлять темы к следующему подкасту, которые мы, скорее всего, рассмотрим, если они будут интересны. Наверняка все, кто оставляет темы, они думают, так-так-так-так, вот сейчас рассмотрим, вот сейчас рассмотрим. А вы смотрите, чтобы была интересная тема. И тогда она попадет в подкаст. Вот сегодня очень много вашего, я бы сказал, просто неимоверно много вашего, чего навалили. Вот. Поэтому... Да, да, вообще почти всегда 60% примерно темы слушателей. Я уже один раз говорил, еще раз повторю для новичков, что даже бывает так, что я какую-то тему выбрал, а ее слушатели предложили, и я так и остался неизвестным героем, что нашел эту тему в том числе. Я просто говорю, вот нам предложили там, вот те-то, те-то, и все. Поэтому... То есть ты жертвуешь с собой практически своими. Я полный сакрифайс приношу, да, потому что наши подписчики прежде всего. Наши подписчики Uber Alice. Да, да, да. Кроме этого, у нас есть традиционная система. Если вот кто был на Патреоне, они не традиционной системой, скажем так, донатят нам, а есть традиционная система uwebdesign.ru uwebdesign.ru slash donate. Абсолютно. Чистейшие бабки. Знаешь, как будто вы Трамп такой, и типа я только, короче, только про это. Мне не надо никакие игры на Патреоне, только деньги. uwebdesign.ru slash donate. Кидайте, короче, делайте uwebdesign great again. Есть Яндекс.Деньги, есть WebMoney, ВМР, есть Биткоин-кошелек и есть PayPal. 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 Ага. PayPal. PayPal. Вот, да. Вот. Кроме этого, можете заказывать у нас рекламу. Вот именно рекламу в этом подкасте. Может быть, там у нас есть еще другие опции какие-нибудь, но вот именно конкретно в этом подкасте я вам рекомендую абсолютно каждому, кто владеет каким-нибудь минимальным бизнес work.sobaka.youwebdesign.ru пишете, говорите, я хочу рекламу, у меня сталелитейное производство, например. И мы такие, хм, не проблема, чувак. И говорим про твою сталь много времени, возможно, сколько ты денег занесешь, столько и говорим. Можем весь подкаст говорить, возможно. work.sobaka.youwebdesign.ru здесь у вас на экране появится. Обязательно пишите по любым вопросам сотрудничества, всегда подскажем, расскажем, какие есть варианты. В том числе, вот Никита сейчас скажет, у нас есть площадки всякие в соцсетях на youwebdesign.ru slash about. Вот там тоже можно всякое заказать, если напишите на work.sobaka.youwebdesign.ru да, youwebdesign.ru slash about. Все правильно, заходите, там у нас есть ссылки и на канал в Телеграме, и на группу в Телеграме, и на, собственно, на наш паблик vk.com slash youwebdesign, в котором можете заказать у нас стикеры. Вот. vk.com slash youwebdesign. Я все правильно сказал? Да. Короче, наверное, да, вот туда заходите, там стикеры. Да-да-да, все правильно ты сказал. Да, вообще, что касается нашего канала в Телеграме, то он прям прогрессирует, конкретно, уже почти 1400 подписчиков. Плюс 100 у нас за сегодня было. Я бы сказал, как болезнь прогрессирует, как плюс 100. Реально, плюс 100 за сегодня, так это мы все вообще. Да-да, реально плюс 100 за сегодня. Я почему говорю, что вы спешите. Скоро реклама на нем будет стоить в 150 раз дороже, а подписываться на него можно будет только по карточкам, как еду. Ты имеешь в виду, как биткоин? У нас растет. Вот да-да. Главное, чтобы потом не падал так же, как биткоин. Может, свою криптовалюту, кстати, сделаем? Конечно. ICO, UVD coin какой-нибудь можем сделать. Говно, дерьмо не насрать coin какой-нибудь. Ой, да, надо будет это обсудить в кулуарах, так сказать. Да-да. Ну что, к дизайну. Продолжаем дизайн. Да, work.subak.ubesign.ru Покупайте рекламу. Законы UX у нас здесь подъехала темка, ее я нашел сам, как нетрудно догадаться, потому что я не говорю, кто нам ее предложил. Здесь интересный сайт инфографика, так скажем. Он, тут даже парочка каких-то параллаксов есть, я даже не заметил в первый раз, когда я смотрел. Классный он, прям вообще суперский сайт. У них здесь 10 законов, которые так или иначе нам говорят про UX. И самое смешное, что эти законы, они вот, ну, называются именами людей, и даже есть референсы, почему они так называются. Вот допустим. А, собственно, ну, мы их все проговорим. Закон Фитца, Фитц-ло. Вот здесь на иллюстрации мишень нарисовано. Так вот, закон звучит так. Время, чтобы достичь какой-то цели, это функция, которая зависит и от расстояния, и от размера этой цели. то есть, ну, допустим, есть какая-то мишень, до мишени километр, но если это мишень размером с 20-этажный дом, то тебе все равно в нее попасть легче, чем если она будет размером с яблоко. Поэтому, вот, это говорит нам о том, что если вы какую-то кнопку располагаете дальше других, дальше от других, так сказать, чем все остальные, сделайте ее побольше, чтобы, когда ты переводишь курсор и примерно останавливался где-то в районе этой кнопки, она была больше и ты быстрее в нее попал. То есть, если ты переводишь пользователя условно в у тебя, допустим, bad practice сейчас, сейчас вредный совет от сурового веба. Ты уже практически у тебя, допустим, вот делайте вы модальное окно всплывающее, которое заставляет оформить подписку на вашу рассылку дебильную. Вы еще бесплатную книгу там даете и так далее. Все же, наверное, это знают. И вы делаете крестик, чтобы закрыть этот модель маленьким, далеко, в другом углу вообще, которым только можно, маленький, вы делаете, чтобы никто на него не попал, не нажал и весь просто сам на себя наблевал, а с вашего сайта уже ушел. Так вот, не надо так делать. Будьте честным, сделайте гигантский крест рядом с этим всем. Кто захочет подписаться, а кто не захочет, хотя бы по-быстрому вашу модалку закроет и не подумает, что вы кусок говна. Вот такие дела. Кстати, здесь на каждый из законов можно прям PDF-очку скачать, она действительно хорошего качества, можно прям распечатать себе в коворкинг, повесить рядом со своим местом. И здесь у каждого закона есть референс, что вот в 54-м году психолог Пол Фитц, в честь которого назван этот закон. Вот он рассматривал человеческую моторную систему опорно-двигательную, так сказать, и ему это показалось, что время, которое требуется для того, чтобы подойти к цели, двигаться к цели, зависит и от дистанции, но также еще и прямо пропорционально, получается, нет, обратно пропорционально размеру этой цели. Чем меньше цель, тем больше времени тебе нужно затратить. Но я не буду читать референсы ко всем законам, почитайте, если вам будет интересно, посмотрим дальше. Закон Хиггса, это номер два, время, которое требуется для принятия решения, увеличивается с количеством и сложностью вариантов. Казалось бы, достаточно очевидно, но тем не менее, оно очевидно в реальной жизни, то есть, когда тебе говорят, выбирая булочку в буфете, и у тебя 15 булочек, и еще и непонятно, некоторые из них сладкие, некоторые не сладкие, некоторые из слоеного тесто, некоторые из печеного, ты стоишь, у тебя голова кругом. А если у тебя две булочки, причем обе из печеного теста, тебе крайне легко из них выбрать. То есть, это понятно. Но важно не забывать об этом в конструировании веб-форм, например. То есть, когда ты пытаешься использовать или выудить какую-то информацию, нужно максимально это завуалировать и предоставить ему много мелких выборов, чем один сложный. Потому что на этом сложно... Больвой. Больвой. Потому что на этом сложном он стопудово отвалится. А пять маленьких выборов, пять мелких ответов на вопрос да-нет будет значительно проще. Поэтому помните про закон... 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 Следующий. Третий закон Джейкоба. Пользователи проводят большинство количеств... Вот, кстати, то, о чем я уже говорил. Их времени на других сайтах. Вот не на вашем, а на других. А это означает, что пользователям было бы удобнее, если бы ваш сайт выглядел и работал так же, как другие. Потому что другие-то они уже знают. Ну вот, это то, о чем я говорил. То есть, ваша, конечно, индивидуальность и индивидуальность вашего проекта это хорошо, но вот эта вот преемственность общевебовая, ее, конечно, нельзя отменять и нужно учитывать. Следующий закон закон прегненца. Практически... Это как будто он прегненц? Вот, да, да. Но вот прегненц почему-то. Причем нету тут человека по фамилии прегненц. Есть Макс Вердхаймер. Но вот, видимо, да, не знаю, как прегненц переводится. Возможно, беременность по-немецки. Я не готов тебе ответить, но... Я сейчас, во-первых, в Google Translate зайду, в который, кстати, все еще не материал, если уж говорить о чем-то. Краткость, краткость, меткость, это из немецкого. Закон краткости, значит. Ну и в самом деле закон звучит так. Люди упрощают и рассматривают какие-то сложные изображения в простых формах, потому что интерпретация этих простых форм тратят значительно меньшее количество усилий. То есть вот есть условный какой-то вот такой сложный шестиугольник с кучей треугольничков внутри. Мы его очень быстро декомпозируем просто до шестиугольника, а шестиугольник и вовсе до окружности. Примерно так. И только так... Ну вот именно в таком этапе происходит наше восприятие этой фигуры. Поэтому... А я, кстати, даже не знаю, если честно, что следует-то вот из этого закона. Что лучше избегать сложных форм, потому что просто простые и проще воспринимаются. Потому что может быть прегнанси. Может быть, да, неожиданная прегнанси. Закон близости. Гласит он о том, что если вдруг вы до кого-то домогаетесь, то вас засудят, да? Вот по Хави Вайнштейне. Ну нет, о том, что... Актуально. Так еще бы. На злобу дня закон-то. Хотя еще... Хотя здесь нет конкретной даты. Это, мне кажется, еще Архимед такой закон придумал, что если несколько объектов стоят рядом... В смысле, он сам домогался до Диогена в бочке. Сто пудово. И до Сократа. А если два... Ну, если какие-то несколько объектов стоят рядом, то они уже подсознательно группируются. Поэтому ну и в самом деле это, мне кажется, еще древние первобытные люди миллионов лет до нашей эры, они понимали, что если вы кучкуетесь, то вы группа и вместе вы, так сказать, сила, а все остальные не очень. Могила. Ну, вообще, если говорить про интерфейсы, то, опять же, нужно группировать несколько элементов форм в... Ну, там, под заголовками или какими-то подблоками, рамочками выделять. И так значительно проще воспринимать большие массивы информации, если эта информация сгруппирована по какому-то признаку. Закон Миллера. Он гласит о том, что средний человек запоминает, может держать в памяти только 7 плюс-минус 2 элементов. Но это классика, это все знают, это и в педагогике, и хоть где, это во всех сферах нашей жизни. 7 плюс-минус 2. Надо это помнить и больше не перегружать особо страницы, потому что все равно будет не в коне корм, так сказать. Закон Паркинсона. Ну, я думаю, это не того, которого ты потрясывала, а вот все-таки другое. Это на самом деле шуточный закон, потому что здесь будет сказано, что Кирилл Нордкоуд Паркинсон, это было первым предложением его юмористического эссе, которое он опубликовал в The Economist в 1955 году. Любая задача поглотит любое время, пока поглотит бесконечное количество времени. Пока время есть на эту задачу, она его потратит. Ну, короче говоря, нужно себе ставить какие-то майлстоуны, то есть какие-то этапы разбивать, потому что иначе, если ты не будешь разбивать свою деятельность на какие-то определенные этапы, то она тебя поглотит, и ты так никогда ничего не закончишь в итоге. Нужно себя контролировать, организовывать, так сказать, и дисциплинировать, тогда все будет классно. Такой вот Паркинсон. Закон серийной позиции, практически суперпозиции, хочется сказать, по физике. Непонятно, да, звучит, ну, заголовок тупой, но суть простая, запоминается первое и последнее. То есть, если вы с чего-то начали это запомниться и чем-то закончили, то это тоже запомнится, поэтому это нужно делать самыми, так сказать, важными и интересными моментами. Поэтому у нас первые темки классные, и в конце, когда мы уже такие сидим, там тоже классные темки. Когда мы размазаны уже, вмазаны, я бы сказал, сидим. Вот, да, закон Теслера, также известный, как закон консервации или сложности. Короче говоря, говорится о том, что в любой системе есть какое-то, какое-то количество сложности, просто, так сказать, by design и его уменьшить нельзя. То есть, если это таблица, допустим, да, в ваших интерфейсах, то вот хоть ты обосрись, таблица будет сложнее, чем параграф, просто потому, что это таблица. У нее есть ячейки, это двумерный массив, так сказать, информации, он воспринимается априори сложнее, чем просто предложение какое-то. Это важно понимать и говорить, вот тут, короче, я табличку поставлю, но она будет маленькая, чувак, это уже табличка, она уже не будет все равно так легко восприниматься, как, например, список. Поэтому мы тоже много говорили еще на заре нашего подкаста 100 выпусков назад, что если вы делаете какую-то адаптивную таблицу, то уместно будет, во-первых, половину информации вообще нахрен убрать на телефоне, а ту, которая осталась, представить в виде списка, потому что списки по умолчанию воспринимаются значительно проще, чем таблицы. Это был закон Теслера и последний эффект фон Рестерфа. Оу. Вот, да. Это немецкий психиатр был, да, и педиатр. Хедрик фон Рестерф. В какие годы, мне просто интересно? В 50... Он жил так, 1906-1962. Я просто хотел бы... Да, мне просто интересно, можно было бы его разместить в игре Вольфенштейн? Это женщина, так что можно. Тем более можно. Потому что все антагонисты в Вольфенштейне, как мы знаем, практически женщины, да. Да, да. Так вот, эффект звучит так, что если несколько есть похожих объектов, то тот объект, который от них отличается, автоматически будет более запоминаемым. Ну, слушай, это вот как раз тогда и искали объекты, которые отличаются от всех остальных. Сначала их запоминали, а потом вообще забвению придавали. Поэтому как бы да. Этап выбрали правильный, она, наверное, на этом эффекте очень сильно поднялась. В общем, вот так. Вот такие 10, так сказать, законов. Причем сайт классно сделан, он цикличный. Вот я на 10-м сейчас нахожусь на эффекте фон Рестуров, а внизу у меня дальше опять следующий закон Фитца, то есть тот, который был первый. Очень здорово сделано, мне прямо понравилось, что здесь есть эта цикличность и вообще все плавно. Блин, автором сайта респект. Респект и уважуха, я бы даже сказал. Уважуха, согласен. Согласен. Так, следующее, ну ты что скажешь, Никит? Хотя мы по ходу комментируем. Мне просто понравилось про прегнанси. Очень хороший четвертый. Про декомпозицию. Прикольно, прикольно, нормально. Мне еще понравились сами по себе иллюстрации классные. Вот именно вот эти вот. Они такие, знаешь, как будто мы смотрим на обложку учебника по геометрии за пятый класс. Ну да, они вроде бы опять же вроде о сложных вещах говорят, а они такие простые из-за того, что они в простыми формами представлены, что как бы я даже и нормально, и прикольно, почему бы и нет. Да, да. Короче, что, идем получается дальше. У нас еще, у нас еще, да, две темы, по-моему, да? Нет. Нет. У нас еще три темы. Короче, моя одна вроде бы, а дальше уже там ты что хочешь делай. Ни хрена не мне. Нет, нет, да. И градиент, и про формы, да. Просто про формы, она не очень большая. Ну ладно, не важно. Короче, про градиент классная тема, я только сейчас вспомню, что она реально крутая, ее надо было тоже в громкий выносить. Так мы же можем, нам никогда не поздно это как бы сделать обложкой даже там, я не знаю, заглаваться. Ну оно на обложку, понимаешь, вот не тянет, но вот сказать вначале про эту тему можно было бы. Секрет идеального градиента, ну опять же, здесь не идеального, а крутого, но надо было прям вот назвать секрет идеального градиента. 50 хлопочков получила эта статья от меня, Анна Грен пишет нам на UX Planet, я напоминаю, что UX Planet это теперь бабичевская инстанция, он там редактор теперь исполнительный, так сказать. Ну я надеюсь, он там не самый главный сразу стал. Ну а как теперь сказать, выпускающий редактор это разве не самый главный? Ну то есть он, конечно, не денег дал, а он просто вот, ну руководит этим всем делом, но решает, возможно, все равно не он, ну не знаю, неважно. Короче, Анна Грен написала о том, что секрет идеального градиента в том, что идеальные градиенты, они вдохновлены природой. И она говорит о том, что вот вообще, вот все цвета в нашей жизни, когда мы смотрим на них, если эти цвета встречаются в реальной жизни, они нас как бы умиротворяют, и все у нас хорошо, у нас нету никаких резких всяких чувств. А когда мы видим ярко-розовый или ярко-фиолетовый, таких цветов нет в жизни, поэтому они очень часто ассоциируются с чем-то инопланетным там и так далее. Ну там всякие космические монстры, они всегда розовые там или какие-нибудь даже вот там крынк из черепашек ниндзя, но тот розовый. И те, которые у него были вот эти каменные солдаты в измерении Х или как там оно называлось, они тоже такого кораллового цвета, который, ну такой, он прям вот видно, что редко, так сказать, в природе встречается, хотя кораллового так-то до хрена, но вот да. Короче, именно кислотных цветов их не бывает, они очень резко воспринимаются. Она нам говорит о том, что нужно, чтобы был крутой градиент, нужно брать такое соотношение, которое встречается в природе. Я, говорит, считаю, что самым большим вдохновением для наших глаз является небо. Даже, говорит, вот в суперзаселенных, так сказать, городах сквозь смог можно всегда увидеть типа красивые закаты или что-то такое, но и тут картиночка действительно такая прикольная, что вроде такая длинная улица, я уж не знаю, что это за город, тут какие-то деревца есть и так далее, но хоп, и вдалеке такое гигантское солнце. Она говорит, конечно, большинство таких картинок, так сказать, пейзажей можно увидеть ближе к экватору в тропических странах, в любых типа можно увидеть что-то подобное, ну и она говорит, вот что, вообще-то бывает вот очень много комбинаций, бывают вот такие синие-голубые, когда там вода переходит в небо, на небе облачка и так далее, бывают оранжевые, розовые, если это там закат или рассвет, соответственно, но вот таких вот, говорит, комбинаций, как зелено-красное, вот их не бывает в природе, ну максимум на листах осенью бывает листик зелененький, а потом он уже там краснеет, и вот переходы таких вот лесных массивов, что какие-то деревья еще зеленые, а какие-то уже там бурые, красные стали, оно может, конечно, и есть, да, но оно все равно крайне редкое, оно все равно достаточно контрастно выглядит, и даже вот, когда мы осенью идем по осеннему лесу лиственному, когда вот хоп, одно дерево красное, оно бросается реально в глаза, нас раздражает, ну, я не имею в виду раздражает так, что ты подошел на него орать начал, но в любом, хотя это было бы, конечно, прямо вот фриково, ну, не, просто, что оно не умиротворяет уж точно, поэтому супер контрастные варианты, они, их не бывает, оранжево-синий, зелено-красный, красно-голубой, даже это прям вот режет глаза, ну, и здесь есть do и don't, и в do, вот голубенький, оранжевый, такой розовый, вот эти градиенты из реальных небес, так скажем, которые можно встретить там днем на закате и на рассвете, они действительно очень приятно выглядят, хотя вот это зелененькое под ними, которое то, что do, вот она уже бесит, она нас настолько уже приучила за вот эти две картинки к хорошим градиентам, что меня даже зеленая полоска бесит начала, ну и дальше она действительно здесь приводит очень много красочных всяких закатов, рассветов, я вот, даже мне не верится, что вот самый левый, вот этот вот фиолетовый, что такое бывает, ну да, кстати, вот, ну, она здесь именно пишет, что в тропических странах, я вот вроде как раз недавно из Таиланда, ну вот уж такого, вот прям вот такого фиолетового, ничего там не видал, видимо, надо прям куда-то... Понимаешь, это скорее всего, она имеет в виду, когда ты перед вечеринкой наркотиков объешься, вот, судя по всему, да, тут фильтры уже, так сказать, LSD-шний фильтр, и так далее, накладываются, но тем не менее, да, сами градиенты, которые она извлекает, так скажем, из этих картинок, они действительно классные, они приятные, и даже вот дальше она уже показывает, где совсем не тропические страны, какие-то вот прям зимние, ну там есть, конечно, Иисус вот с Рио-де-Жанейро по центру, но вот там слева прям что-то зимнее такое, северное, все равно очень классные градиенты, они, конечно, более нейтральные, они не вызывают таких прям, такой теплоты душевной, они все равно такие, холодно расчетливые, но они не менее классные от этого, у меня вот как раз в Телеграме, вот вас там здесь, уважаемые подписчики, на заднем плане видно, у меня как раз вот почти такой, как вот зимний, вот этот снизу, и совсем бледно-бледно-желтоватый, сверху голубой, у меня вот такой именно градиент здесь есть, и это прикольно, он прям умиротворяет, так, дальше она здесь нам, ну еще примеры, уже какие-то, ну тоже песочно-голубоватые, они реально, они мне все так приятны, что я прям захотел везде обои сменить вот на какие-то такие легкие градиенты, даже вот... Нет, у меня сразу вопрос, то есть я понимаю, что градиенты, окей, мне интересно, именно вот из-за, по этому принципу, да, по которому здесь она и описывает, именно по этому принципу в iOS-приложениях у всех по дизайну везде градиенты, именно поэтому, интересно или нет, потому что не хотят резкие раздражители какие-то включать. Ну, в iOS-то некоторые градиенты и резкие, то есть реально, некоторые из них они все равно такие кислотненькие, но да, наверное, как раз, чтобы не было острых углов, чтобы ты прям пользовался и не было такого, что а-а-а-а-а, такие кричащие интерфейсы, а ты прям... Не было такого, что тебя притесняет один из цветов. Вот да, тебя обволакивает все так, что ты даже вот сам уже не разбираешься, что там и как происходит, уже все настолько красивенько и здоровское, что да. Вот, она здесь на самом деле еще прикладывает две статьи, что типа вот еще почитайте в моих предыдущих статьях и там тоже какие-то природные цветовые палитры и три лучших цветовых схемы для UI дизайна, я их себе схоронил в следующий подкаст посмотрю, может быть какая-то из этих двух еще будет достойна того, чтобы у нас появиться, потому что вот это про градиенты прям вот, прям приятный, прям такой свежий ветерок летним вечером, когда вроде так душновато, но уже солнышко садится и вот такой бриз начинается вот так эта статья у меня в голове отпечаталась ну отлично, по-моему пошли темы слушателей, все еще блок дизайн, ну она, видишь в этот раз не просто там графикс дизайн а вот UX дизайн у нас в этот раз, как мы любим за что нас тоже любят, я помню еще выпусков 100 назад нам писали, блин, так классно что у вас есть темки про UX дизайн, так интересно здорово, потом нам уже правда писали что у вас нет тем по разработке и так далее но вот нам самим тоже про UX нравится, поэтому здесь статья с хакерну, но нам ее предложил Sterr Swift с подписью чё кого нормально, окей, чё кого это кстати статья тоже от меня получила 50 хлопочков потому что она короткая но тем не менее очень емкая и классная Трэвис Джеффри нам ее написал и он пишет, что вот вот это говорит уведомление логин или пароль неправильно это полное говно и здесь он расшифровывает к чему это вот типа, что на страйпе и на гитхабе так ты ввел логин и пароль и у тебя нету подписи что ты ввел неправильный логин или ввел неправильный пароль то есть типа, чтобы подбором не занимались то есть условно говоря ты ввел, а, значит логин уже верный ну всё, теперь буду подбирать пароль типа, чтобы тебя запутать чтобы ты такой не знал а чё же ты всё-таки ввел неправильно логин или пароль только говорит, проблема в том что вот потом ты идёшь на форму регистрации и там ты всё равно можешь проверить пароль логин есть такой или нет потому что тебе скажут такой логин уже существует и как бы нет смысла вот эту условность вводить что логин или пароль введён неправильно потому что по другой форме можно стопудово понять что это введён пароль неправильно потому что логин там можно просто тупо проверить и он пишет что только самый тупой и ленивый хакер будет остановлен вот этой фразой то есть он всё равно пойдёт дальше будет искать там дыры где-то в другом месте и так далее поэтому просто говорит капчу введите уже там как-то это чтобы не дудосили вас и всё потому что таким неизящным способом вы ни в коем случае не заставите ну не помешаете атакующим узнать существует аккаунт или нет потому что вот есть другие просто форумы и в этих форумах ну а там без этого паттерна никак что человек пытается зарегистрироваться на каком-то имейле а ему говорят нет чувак на этот имейл уже зарегистрирован то есть ну так и должно быть поэтому то что вот гитхаб и страйп конкретно в данном случае так делают это говорит тупо ну вот не могу не согласиться реально вот коротенькая статья а прикольная и на самом деле вот даже и не поспоришь какие дела да согласен согласен ну хакернуныч как бы крутые пацаны мы знаем это да согласен с тобой у нас немало хороших тем из них из их рук прошло к нам да да идем дальше спасибо за статью которую нам предложили это между прочим я хотел просто сказать что это стерр свифт возможно это какой-то фанат тейлор свифт я не знаю может фанат свифта языка программирования это вряд ли в нашем-то в нашем-то подкасте скорее всего фанат тейлор свифт согласен да последняя тема в дизайне от нейрона инсомниуса оповещение населения о ракетном ударе из-за проблемы UI и UX и тут знаешь это скорее уже юмор это знаешь у нас как в старых каких-нибудь журналах про IT в конце анекдоты юмор вот у нас в конце дизайна юмор значит оповещение населения о ракетном ударе из-за проблем UX состоялось когда недавно совсем в Гавайях в эти выходные 17 января статья ну соответственно вот совсем-совсем вот недавно в выходные в Гавайях пришел пуш реально пуш пришел по GSM протоколу экстренного оповещения типа что знаешь о чем о том что баллистический баллистик missile threat inbound to Hawaii seek immediate shelter this is not a drill понимаешь понимаешь this is not a drill и значит получается что ракеты должны упасть прямо на Гавайи хотя кому ни нахрен нужны казалось бы это я думаю последнее место куда вообще упадут ракеты если они будут падать но тем не менее значит Гавайи и представляешь это же пришло необычным пушом это же пришло таким emergency alerts а это специальные алерты которые знаешь здесь есть видео с этим звук очень противный звук мерзкий просто необычный пуш а именно вот такой короче сейчас я включу это страшно честно тебе признаюсь худший звук так сейчас я тут что-то там как-то долго очень вот ой да да это худший звук и вот именно с таким звуком пришло что на вас падают ракеты на Гавайи да оказалось значит что почему так пришло я не знаю на самом деле вот нам показывают как на ios возможно у гавайцев вообще нет андроидов но тем не менее вот так на ios и значит оказывается что оказывается очень все просто было у них настолько все плохо с этими вот пуш рассылкой пацанов которые занимаются вот именно пуш рассылкой emergency пуш рассылкой скажем так что у них просто знаешь столбиком вот здесь есть скриншот столбиком несколько ссылок типа короче нажимаешь на ссылочку и пуш сразу летит без всего без всякого там а хотите ли вы а уверены ли вы что вы хотите пушнуть там куча населения на гавайях короче нет просто нажал промахнулся похрен миссайл летит короче хорошо что сами ракеты не запускаются понимаешь с помощью этого то есть сразу пуш и ракеты полетели как бы я надеюсь что у северной кореи не такие ссылки у них на все как бы вот тем не менее тем не менее значит пользователи reddit естественно начали рофлить над всей этой темой еще до того как выложили интерфейс который в принципе выглядит как рофл если честно еще до того как они выложили что-нибудь столбиком ссылочки они начали просто прикалываться а как вообще могла бы выглядеть система по вот этот missile warning систем и там короче куча всего это знаешь как мы смотрели типа какие-нибудь смешные интерфейсы вот тут то же самое да да я помню вот просто достаточно рассмотреть несколько вот первых например например когда у тебя есть две кнопки типа отправить значит отправить тестовый warning и отправить actual warning да либо ну актуальный ну или типа реальный или тестовый отправить у тебя просто реклама вылезает когда ты хочешь отправить у тебя кнопки смещаются ты случайно отправляешь настоящий не тестовый вот ну и это все в этом стиле значит кнопки постоянно меняются как-нибудь или очень классно знаешь какая там где короче windows updates прилетает в тот момент ты нашел короче send alert значит вот ну тут в общем очень смешно посмотрите обязательно здесь гифт нет там про flash player еще смешно опциональные офферы да отправить уведомления установить макафи скрин секьюрити да скан ой ну в общем короче это смешно но на самом деле это странно и это знаешь как тебе сказать то есть вот просто я опять же по работе сталкиваюсь с тем что вот push уведомления вообще рассылка push уведомлений это не самая простая хреновина потому что здесь надо много вещей учитывать то есть сервис который будет push слать короче как ты настроишь сертификат там смешно было там есть место извинишься тебе там две ссылки и они сдвинуты так что ты пытаешься нажать на тест миссайл ворнинг алерт а это вторая ссылка только миссайл и там первая типа съехала на синем таком фоне короче это прям посмотреть надо ну вот я к тому что короче это достаточно сложная система в том плане что много компонент участвует и в принципе и телефоны еще могут знаешь на телефоны тоже могут не приходить пуши ну то есть много всяких может быть моментов короче и вот тут они так ну не знаю безалаберно поступили я вот использую это слово вот абсолютно безалаберно поступили сделав то что короче у них просто ссылками без всякого подтверждения какого-то там ввода паролей десяти там я не знаю чего так бы хоть люди задумались так бы хоть задумались что ну ракеты отправляют а так просто пульнули и нормально вот естественно под конец просто как вывод чувака который отвечает за безопасность на Гавайях он подал в отставку ну еще точнее начальник службы оповещения населения я не знаю какой начальник службы оповещения населения Гавайев это чувак в трусах просто выходит каждый день короче на серфе кататься вот а он по совместительству еще и мэр например Гавайев я не знаю то есть как бы в общем окей ладно дизайн в принципе закончился идем к светским новостям давайте некоторые реально очень смешные некоторые посмотрите да то есть пацаны прям постарались прям реально постарались светские новости погнали много интересно я понимаю что не можешь там крутая где чувак играет в сапера на фоне таких ссылок и он случайно вместо бомбы вместо сапера жмет на отправить уведомление ну там знаешь что до бредового там реально бред там до бредового прям реально так светские новости светские новости первое это короче про кино немножко о кино у нас должно быть про кино хотя это как бы и про кино и про нашу тему Райан Джонсон это между прочим режиссер последних звездных войнов то есть последних джедаев писал сценарий на макбуке который никогда не подключался к интернету первая тема в разделе светских новостей никогда во первых это полная новость пиара макбук air значит он такой говорит я я купил себе не купил взял окей не важно у меня макбук air значит писал я на нем сценарий неотрезанный от интернета абсолютно от остального мира не выходил не гуглил с него ничего значит полностью открыл наверное какой интересный текстовый редактор мог использовать на макбук air какой там дефолт текст этот дефолтный но есть еще притис который не дефолтный да я не знаю в какой сценарий использовался наверняка такие люди маркдауну используют когда пишут сценарий я очень надеюсь на это хотя судя по фильму опять же судя по фильму по-моему ни маркдауна ничего не было он просто без заголовков хреначил тут мы будем хреначить короче значит он говорит что все макбук air не подключены это одна из мер обеспечения информационной безопасности чтобы никто никогда не спер сценарий не утек и действительно по-моему не было никаких утечек что там этот значит сын того это значит внук того я согласен я тоже не припомню каких-то утечек но по факту конечно это все там хоть утекай хоть не утекай достаточно очевидно было почти все твисты кроме вот ну там последнего когда люк оказался там ненастоящим например ну да да тем более что на самом деле я причем это угадал потому что он с другими немножко волосами и другим лицом то есть я видел что он ненастоящий я прям сидел видел что что-то не то а вдруг он просто типа летел там пока летел там перепричился ну короче вообще макбук air не подключенный к интернету самое главное что продюсер-то боялся что Райан Джонсон как обычно как все чуваки из Apple но он не из Apple как бы но как история с Apple забудет в баре где-нибудь свой макбук и моментально его сценарию течет в сеть а это все это провал это новый сценарий писать это я не знаю увольнять Райана Джонсона вместе с чуваком который оповещение разослал в Гавайях короче Райан Джонсон тоже в шортах к этому макбуку в трусах в одних выходил как бы и нормально ему было да вот тут есть еще такой знаешь момент рекламы как будто это реально все вот реклама потому что здесь есть то что Райан Джонсон сам говорит что он в этот момент находился в часах Omega Speedmaster Pro пока работал над фильмом и в том числе использовал 35-миллиметровую камеру Leica M6 из 80-х такую старенькую старенькую камеру он говорит это очень сильно помогает тебе ну как бы разгружать башку в плане того что кадр у тебя не замыливается ты постоянно что-то ищешь новое фоткаешь на такую камеру значит все такое и мне очень понравилось первый комментарий на ДТФ здесь который чувак написал мы много заплюсовали когда говорит Райан Джонсон написал сценарий последних дайв на макбук на себя часы Omega Speedmaster Pro и 35-миллиметровую камеру Leica M6 он завтракал в сети ресторанов Макдоналдс после чего выпил стаканчик кофе Старбакс садился в автомобиль Ford и включал музыку во встроенной мультимедией Sony по приезду домой он снимал свои кеды Converse и заходил в комнату с обставленной мебелью из Ikea вечером он заказывал по мобильному телефону Samsung пиццу из Pizza Hut садился перед телевизором Panasonic и включал сериал на Netflix перед сном чистил зубы пасты Colgate и ставил будильник на 6 раз с помощью умной колонки Amazon Alexa ну короче да в общем вы поняли в общем вы поняли мне интересно вообще просто узнать насколько ли это вот у параноиков да насколько вот это вообще в принципе можно на себя положиться что ты реально не просрешь макбук или что-нибудь с ним не случится ты получается вообще не выгружаешь никуда ну почему он может на жестком диске еще какого-нибудь хранить жесткий диск же тоже в интернет не выходит ну то есть в смысле еще дополнительный жесткий диск еще дома оставлять ну конечно на него копировать хотя бы каждый вечер перед сном делать бэкап туда ну как вариант как вариант просто мы понимаем что обычно без каких-то дополнительных копий в интернете ну в облачных всегда может закончиться как обычно без бэкапа говно какое-нибудь вот ну тут не знаю может быть лучше бы чтобы он похерил весь сценарий а может он похерил его хрен его знает непонятно короче вот в общем вы поняли он писал а чем закончилось тут так и не сказано может быть писал писал потом все-таки сломался вышел в интернет у него все угнали и то что сейчас получилось да это он переписал заново на скорую руку это бы его оправдало немного может быть может быть следующее еще более смешно хотя казалось бы еще более смешное эмиль 02 это нам кто это ты сам а это я кидал короче давайте типа по рофлям я вспомнил да а сейчас эмиль 02 предложил запись белого шума на ютуб получила 5 претензий от 5 разных правообладателей мы-то с тобой не понашлышке знаем что на ютубе лютуют правообладатели жестко прямо знаешь такое чувство что твоя видеозапись которую ты выложил это очередная актриса а ютуб и правообладатели это Вайнштейн они тебя максимально домогаются так как могут ну просто выходят из душа голыми в полоте без полотенца значит вот и так далее и так далее короче самая главная самая главная смешная вещь тут много всего написано что да с 2019 года а нет это какие-то ситуации с 2019 года типа ну всякие прикольчики про то что там уже давно типа правообладатели имеют право если реально там система ютубовская посчитала что какой-то фрагмент вы использовали то она может там либо вообще вообще например заблокировать ваш ролик например с показа с мобильных девайсов или например сделать чтобы вся реклама которая показана у вас в ролике отгружала бабки именно правообладателю ну разные всякие могут быть ходы но значит доходит до абсурдного что вот например типа орнитолог чувак который снимал звуки леса с пением птичек выложил в ютуб ролик с таким звуком значит и получил кучу предъяв там на авторские права заяв вот но дошло до такого что это короткая на самом деле новость просто в одну строку чувак короче просто чувак исследователь вообще музыки звука он себастьян томчак видимо томчак он короче что сделал взял с помощью простейших программ типа audacity скринфлоу и так далее сделал короче видосик просто с десятичасовой как гэндальф 10 часов 10 часов значит лолол white noise абсолютно белый шум 10 часов белого шума выложил в ютуб ему сразу же прилетело пять ну не страйков а пять заявок что чувак мы тут мы тут между прочим деньги зарабатываем а ты тут выкладываешь свой белый шум что характерно тоже треки это white noise но там есть какой-то and mono mood ох это какие-то видимо мексиканцы уже у них там белый шум and mono mood majestic ocean waves короче говоря люди которые используют своих видимо диджейских там например каких-то сетах или каких-то знаешь таких chill out полных сетов где-то они используют белый шум для себя не знаю зачем а у них есть права оказывается на белый шум полностью то есть вот я прям боюсь боюсь представить что еще там то есть дойдет до того что ты просто пердешь свой выложишь и кто-то уже пернул до этого в другом треке я как бы не знаю причем таким же звуком да универсал сони непременно какие-то какой-то вайнштейн опять же смог так же изобразить как ты ну не знаю не знаю напишите в комментариях как вы к этому относитесь ну уже до абсурдного доходят серьезно очень странно конечно вы всегда можете подать апелляцию там же это все автоматически ну в электронном виде я имею ввиду сказать что нет вы не согласны это пердешь это все-таки ваш и там уже вручную будут рассматривать да вручную вас проверят ваш это или у вайнштейна там непонятно ладно короче идем дальше анонимности нет анонимности нет абсолютно такая знаешь статья в стиле того что ну в стиле заговоров и вообще Киану Ивса вообще я вот увидел когда ее ну нам нашел хотя я и не нашел нам ее Тёма Фарт нашел когда я ее открыл просто я посмотрел что 2015 год я такой думаю интересно актуально все еще или нет за два года то уже вдруг появилась анонимность вот сейчас будет интересно даже не за два а за три уже тут до марта 18-го мало осталось так что вот Никита скажи мне это вообще что я тебе скажу это еще более актуальная и насущная тема стала естественно как и всегда как все темы это классика классика Тёма Фарт да предлагает анонимности не смиритесь с хабра статья 2015 года но не спешите закрывать подкаст на этот момент 2015 год все еще актуально абсолютно значит чувак пишет про то что вообще знаете ли вы насколько все у нас не анонимно абсолютно все сайты собирают с вас инфу то есть заходите на любой сайт они знают ваш из какого айпишника ну ваш как бы не ваш они не знают что вы конкретно это тот самый Харви Вайнштейн который зашел опять же но они знают ваш айпишник они знают значит какие-нибудь там куки опять же хренуки они знают может быть какие-нибудь метки по которым вы перешли обязательно еще там что-нибудь юзер агент калькулятор как здесь здесь очень много всяких шуток используется в этой статье вот соответственно сайты собирают инфу это как бы норма еще большая норма что соцсети собирают инфу еще большая норма что ну это уже это как бы это не норма что между сайтами соцсетями есть некая связь что кто-то кому-то либо те либо другие либо и те и другие друг другу дают инфу о нас соответственно чтобы мы могли видеть релевантную для нас рекламу в фейсбуке или например на сайтах там гугл реклама будет релевантна какая-то короче соответственно все друг с другом еще и обмениваются нашей инфой то есть мы полностью выгружаем себя и информацию о себе в интернет так что в интернете уже сайты знают о нас больше чем как бы мы сами о себе соответственно здесь вот к этому авторам ведет что все куча метрик аналитик гугл аналитика яндекс метрика все это собирает у нас инфу на каждом сайте постоянно встроено и каждый сайт является по сути шпионом за нами вот здесь много такого очень такого прям жесткого жесткого такого прям маразма везде короче типа а если я выхожу с того-то а если я через консоль выхожу вообще на сайт а если я то а если я сё а провайдер еще смотрит оказывается за нами в общем все 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 и неважно даже если ты через жесткий-жесткий тор выходишь то все равно за тобой как-нибудь как-нибудь о тебе собирает информация в любом случае вот ну и собственно как ты вот я вот сейчас это как вижу я сейчас вижу это еще более сейчас насущной проблемой в том плане что сейчас вообще инфу стараются собирать вообще обо всем и сейчас еще и подключили вот если в 2015 году мессенджеры еще не были настолько популярны среди всех да то сейчас мессенджеры это вообще и самое наверное самое самое главное что есть у пользователей в день это больше всего они в мессенджерах тусят скорее всего вот и все пытаются контролировать мессенджеры опять же тем более что я не знаю как там вообще с ватсапом ватсап я думаю он вообще полностью там тем более это же фейсбуковая тема я могу сказать конкретно самый главный минус ватсапа мой нелюбимый это то что он почти все данные хранит на девайсе видимо они жлобят место у себя на серваках вот телеграм он всю историю подгружает хоть ты как его там удалил не удалил и так далее просто заново накатил и вся история есть а ватсап оно все это хранит у тебя на телефоне и вот но оно уже под гигабайт у меня занимает хотя я там даже практически не общаюсь и это бесит вообще да да к анонимности конечно это слабое отношение имеет но вот хотя бы они мои фотки типа у себя на серваках не хранят а хреновзан может они еще и хранят на серваках дополнительно да они как бы и кошмарят меня о чувак ну если у тебя удалилось все тогда у нас нужно на серваках как бы вот не взять вот ну вот телеграмм тоже сейчас да про него многие говорят что вот даже в алгоритм рандомизации можно зашить так скажем вот такой код что ты будешь точно знать как что что выпадет у конкретного человека в рандомизаторе ну и тем самым когда там рандомизатор придумывает соль для пароля ты эту соль знаешь соответственно ты обратно расшифрующий его пароль ну короче да мы этим паранойям нет предела поэтому пишите в комментариях если вы анонимный дайте совет какой-нибудь гайд или что-то еще а мы пойдем дальше там знаешь представляешь какой чувак там нам напишет который полностью анонимный я боюсь представить какой там будет супер анонимус какой-нибудь окей идем дальше следующая новость про Байкал процы 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 Байкал процессоры Байкал поступают в розничную продажу опять же хочу сказать одной просто строкой реально российские процессоры наша разработка русская Байкал вскоре можно вскоре можно будет купить в рознице реально причем цена на них снижается в 4 раза значит если знать если кто-то интересовался покупкой проца Байкал они стоили 200 кассиков все еще стоят 200 кассиков за прос который между прочим там по супер архитектуре сделан то есть это как я понимаю это не то что просто как проц Intel там ты покупаешь себе в комп это какая-то вот здесь есть описание конкретно что это за вот я сейчас даже прочитаю самый себе процессор создается по архитектуре MIPs микропроцессор without interlocked pipeline stages соответствует концепции риск то есть для процессоров сокращенным набором команд короче здесь еще написано кто чем владеет сколько процентов у какой компании владения Байкал Электроникс вот этими которые делают процы ну там Роснано и так далее даже не надо вникать в это тем более если вы хотите вдруг купить за 200 тысяч проц но тем не менее как я понимаю вот эта хреновина она будет нужна для тех да для кого вот в организации в их организации например вы работаете в ФСБ например нормально вы не можете вы не можете я уверен в каких-то моментах на каких-то серваках где хранятся какие-то очень важные данные возможно секретные данные поставить Intel Proz ну просто не можете ну это смешно то есть есть какие-то там стандарты что вот Proz должен быть такой-то российская значит вот я думаю для таких организаций вообще не проблема потратить и 200 тысяч на Proz согласись вот но если снизится цена до 50 до 50 то они там себе уставят просто Байкалом все будут полностью там короче вот в этих процах стоять сидеть вот так что вот так было бы прикольно знаешь получить телефон как знаешь Proz у Apple А8 там и так далее было бы прикольно получить телефон на Байкале это я не знаю русскую я думаю до таких технологий еще только лет через 10 дойдем причем я ни в коем случае не юродствую а просто ну это же так скажем труд нарабатываться десятилетиями чтобы компания была способна выпускать какие-то такие штуки поэтому это конечно да вроде и хорошо а вроде как бы и пока не очень-то да ну вот такая новость дальше опять же про Россию Роскомнадзор разрешил Ростелекому не предоставлять абоненту номера входящих звонков новость просто о том что чувак прорыл прорыл такое что оказывается если Ростелеком считает нужным не предоставлять вам конкретно данные о том кто вам звонит по какой-то причине не важно по какой то он может это делать абсолютно в соответствии с законом как я понимаю то есть прям реально хочет значит кто-то вам звонит такой интересный чувак Ростелеком говорит нет не показывать этот номер нигде ни в каких базах и это будет законно вот как бы короче все собственно вся новость абсолютно вся новость чувак просто переписывался с Роскомнадзором те показали ему прям ткнули носом в постановление правительства РФ от такого до такого как говорится и все да уж ну реально нельзя как это комментировать я поставил в темках вопросик вообще потому что я даже не знал стоит об этом говорить или нет потому что я перед тем как ютуда поставил я пару раз реально прочитал и я все равно не понял какого хрена но стационарный номер кто его еще оставил ну да согласен в общем это такая интересная новость короче окей окей да пойдем дальше просто если кто-то если кто-то хочет знаешь вот у нас же наверняка есть чуваки которые сидят в масках анонимусов так пусть они читнут и напишут чем это конкретно да вы ювеб дизайн вы не понимаете насколько это серьезно да я да я сейчас тебе позвоню сам там это то все я вот тебе сейчас позвоню у тебя не отпечатается и посмотрим да у тебя не отпечатается посмотрим а я из Ростелекома лично позвоню тебе да прям с этого с Байкала прям вот следующая новость она будет чуть подлиннее чем все остальные как бы в завершении светских новостей и потом отдохнем короче а потом закончим прям сразу отдохнем да и закончим значит тема последняя последняя светских новостей с украинского сайта доу.ua свобода ответственности и высокая зарплата Дмитрий очертянный о работе в Нетфликс очертянный мне кажется очертянный да очертянный простите значит здесь есть собственно фотография Дмитрия он такой внушительного размера мужчина достаточно такой с успешным видом согласись то есть вы знаешь если бы нас с тобой сфотографировали на вот этом автомобиле просто слушатели наверняка не видят а зрители-то видят короче если бы нас с тобой сфотографировали ну были бы какие-то ну задроты да у него просто еще вот этот подбородок прям супер массивный и он мне кого-то напоминает то ли из рестлеров то ли я не знаю но короче какой-то у него такой прям типаж уже по бабам какой у него типаж да мощный чувак серьезно такой полон тестостерона чувак который реально жил в Украине я здесь как-то попробую блин не знаю вот вообще это можно сказать одним словом но я буду чуть подольше жил в Украине значит и перебрался в Штаты начал работать на Netflix реально значит какие детали какие детали чувак подал в свое время на визу H1B то есть на бизнес визу в Америку соответственно из Украины чтобы в какую-то компанию там пойти короче у него не получилось и он пошел по пути того что знаешь многие люди которые хотят допустим эмигрировать переехать в Америку из наших стран они подают допустим на обучение подают на обучение значит он подал на обучение причем там естественно обучение в Америке не дешевое вообще до хрена денег стоит он 24 тысячи долларов он сказал это как я понимаю полуторагодичная магистрская программа то есть за полтора года 24 тысячи баксов тебе надо заработать просто так чтобы еще кроме этого кушать надо и жить где-то вот плюс он с женой по-моему переехал значит вот по вот этой теме и пока он естественно учился в Америке он работал он говорит легко далась ну такой видимо супер умный чувак легко далась учеба легчайше там он тоже по программированию у него какие-то были значит вот эти курсы магистровские компьютер софтвер инжиниринг потому что у него значит легчайше легчайше все удалось говорит самое сложное было естественно презентовать потому что в Америке очень любят презентацию интертеймент ты же понимаешь главное как классно презентовать себя подать ну все вот это оформить круто чтобы люди приняли у тебя работу это значит все он закончил все окей пока работал значит он смог выбить визу все-таки H1B как я понимаю у какой-то компании там неважно я не помню как она называется короче вот и значит выбил и окей работал но был таким амбициозным чуваком и значит пошел подавать резюме как говорится в Силиконовую долину уже непосредственно потому что Netflix находится там тут он много деталей прикольных вот рассказывает про собеседование конкретно он говорит что типа чуваки вот говорит многие у нас и в Украине типа и вообще в принципе в СНГ привыкли то что знаешь программисты они такие типа супер из-за того что ты супер такой ценный сотрудник умный тебе ничего не надо делать приезжать никуда не надо тебе все на блюдечке а можно по звонку знаешь собеседование нет в Америке так не поступают в Америке значит ты обязан приехать к ним туда только лично собеседование причем собеседование может длиться не просто один час и потом пописать пошел и поехал домой а тут даже не пописать он говорит я поехал в Техас он жил по-моему во Флориде поехал в Техас с 9 до 17 практически рабочий день рабочий день с перерывом на обед сидел на собеседовании реально вот короче причем говорит ягодь сова ну типа то есть он ночной чувак такой плюс у него там разница а с Калифорнии в Калифорнии жил короче в общем разница 2 часа в общем приехал полностью ну не в своей тарелке представляешь да то есть было тяжело плюс еще сидеть потом с 9 до 17 там хреначить тем более стрессовая такая ситуация на собеседовании вот тем не менее он говорит вот рассказывает что типа плюс говорит про собеседование само конкретно вот отличие собеседования в Нетфликс как компании и Гугл он конечно сильно Нетфликс славит на самом деле здесь везде естественно потому что он работает вот он рассказывает что говорит у нас типа вот у нас в Нетфликсе какой прикол типа точнее в Гугле сначала про Гугл рассказывает типа в Гугле какой прикол тебя чуваки собеседуют какие-то да одни так потом эти результаты отправляют какой-то там комиссии которая тебя вообще не видела и вот эта комиссия уже решает пройдешь ли ты к ним в компанию то есть реально комиссия это аутсорс какой-то разовый или что интересно нет это их комиссия а просто ну это не люди которые на приемке в отделе кадров сидят а кусок отдела кадров которые сидят понятно удаленно да и они на основе твоего ну отчета чувака который собеседовал просто читают так-так-так-так ну берем например причем тебя берут и ты становишься как бы чуваком которого какой-то из проектов Гугла может взять себе нанять то есть ты пока просто входишь к ним в штат просто зашел и не факт что тебя возьмут в твой любимый гугл транслейт да заниматься тебя возьмут в какое-нибудь говно условное причем ну там я условно говорю да то есть тебя дальше рассматривают уже на проекты чуваки опять же тебя там возможно еще будут собеседовать и это огромное опять же долгие сложные собеседования где ты там решаешь кучу вопросов там типа они очень любят архитектуру вот он говорит сложный вопрос задают просто вот не с хрена напиши как бы ты сделал архитектуру твиттера и ты пишешь то есть конкретно не программирование а вот именно архитектурное построение как бы че ты сделал как бы ты вообще как бы ты построил связи там всего со всем там ну там с видос вот кроме этого кроме этого что еще было про h1 визу тут бла-бла-бла потом про нетфликс он просто рассказывает что чем он занимается в нетфликс собственно а да сейчас дальше будет еще интересно но чем он занимается в нетфликс он занимается тем что вот у ролик роличков у видосиков точнее у сериальчиков например или у кино есть вокруг такая инфа типа саплементалз дополнительные материалы он здесь часто срывается на английский естественно вот есть саплементалз это дополнительные материалы типа трейлеры там описание и так далее вот это говорит все должно генерироваться супер умно и вот говорит именно вот это я хреновиной занимаюсь это отдельная такая видимо отдельный какой-то такой сервис скажем так который там работает вместе с роликами то есть это умная хреновина вот он там работает значит ну и раз его просто говорят типа ну расскажи вообще чё как там в нетфликс говорит ну говорит у нас тут круть естественно у нас тут говорит такая круть что просто досвидос у нас говорит нет такого понятия типа отдых там или работа или чего-то говорит или там деньги конкретно там оплачиваем отпуск ну говорит просто идут бабки просто валится бабло говорит каждый месяц там условно у тебя ставка сколько там тысяч баксов условно ну как-то уж очень мало ну допустим ну допустим да сколько тысяч рублей сколько тысяч рублей да у тебя ставка и ты просто короче работаешь и выполняешь свои задачи он еще очень сильно упирает на то что никакого микроменеджмента нет то есть к тебе менеджер не лезет в код и не говорит как тебе писать то есть ты полностью должен быть суперответственный чувак за все значит за все хорошее против всего плохого да 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 значит короче ты полностью хреначишь неважно что нужно выполнять просто свои задачи хочешь отдыхай хочешь пошел отдохнул хочешь ушел на неделю только ну тебе нужно естественно согласоваться всеми участниками команды просто чтобы у тебя работа шла результат был вот короче все неважно что там как кто там что играет люди которые никто там знаешь не злоупотребляет никто на год не уходит в абсолютный отпуск вот говорит если просто хорошо работаешь собравляешься своими задачами неважно что ты делаешь вообще абсолютно хочешь лежишь под наркотиками но это я уже додумал например вот кроме этого естественно они там тебе все оплачивают короче мышки мониторы и так далее просто берешь и на самом деле на них есть ценники на каждом но вроде как тебе компенсируют это тут в том числе и символика ну символика Netflix это все естественно в том числе по-моему даже и одежда так же то есть ты просто берешь а потом тебе это компенсирует Netflix вот ну это вот такие вот детали страховка определенная если ты пользуешься ей она супер дешевая она входит там опять же в твои там это в общем все круто все круто ну я даже и не сомневался наверное уборщицы в Netflix ее не очень получают опять же мы говорили про сети клининговой компании и так далее но рядовые сотрудники которые программисты я думаю они вообще не бедствуют я тоже думаю да они там нормально живут ну и там в том числе про чем он еще рассказывает да он говорит что это одна из самых высоких вообще в принципе по зарплате компаний до хрена бабла короче а он еще рассказывает вот эти темы про опционы я не совсем это понял я тоже не знаю что ты про именно вот эти опционы им можно ты можешь каждый раз вот эти вот покупать опционы Netflix но это не акции это важно знать то есть вот кто шарит за опционы акции это разные вещи причем ты как бы как чувак который работает в Netflix не можешь в какие-то моменты играть на акциях Netflix почему потому что ты знаешь можешь знать инсайды то есть им специально закрыто вот эта хреновина то есть если ты вдруг хреновый сервис написал потом как в GTA знаешь написал хреновый сервис и выкупил акции на Netflix совсем потому что умер чувак нахрен убил главного в Netflix значит да и ты как бы конечно их купил может быть подешевле но дальше они обвалятся еще больше поэтому смысл это конечно не имеет короче такая интересная статья про чувака который вот смог который смог хотел и сделал можете глянуть там еще в конце какой-то вопрос именно про Украину задали я пытаюсь сейчас найти типа а вот есть шанс у ребят из Украины отправив резюме в Netflix получить приглашение на интервью спонсирует ли компания визы H1B а да он говорит что типа круто было бы круто было бы чтобы вы чуваки если вы поехали по туристической визе например или это быть там и подать резюме то есть обычно менеджером если короче если вы не супер сотрудник да условно если вы не там не Сергей Брин условный да если вы там короче не супер светило науки то никто вас вытаскивать из Украины за бабки скорее всего не будет проще найти им какого-нибудь китайца как говорит Мпутун у нас китаец работает вот им проще найти чувака который там уже в Штатах есть этот чувак и там я уверен там огромный огромный конкурс вот поэтому им проще не тащить вас из Украины поэтому соответственно если вы хотите попасть вам надо хотя бы туда сгонять и уже там пробовать если вы реально чувствуете силы вот ну а если нет то как бы надо чувствовать силы реализовать моменты и забивать ну будем прерываться сейчас короткую так сказать паузу делать а вообще у нас еще впереди разработка научпоп много всякого интересного не переключайтесь да так паузу нажмем сейчас раз два три продолжаем продолжаем про наши все вещи особенно главные вещи в разработке первой темой согласись еще бы возможно главные в подкасте даже во всем абсолютно абсолютно с тобой согласен и это наши спонсор любимые смарт-тейп давай так youwebdesign.ru смарт-тейп заходишь правильно так захожу допустим следующий праздник 14 февраля своей девушке своему парню даришь допустим допустим какой-нибудь хостинг и ты понимаешь это же можно же подарок долгоиграющий на год на два на три чем больше лет тем больше скидка конечно и понимаешь в чем дело это же лучше чем на снегу написать имя кто-нибудь я тебя люблю это купить настоящий правильный ход серьезного взрослого человека я вам всем рекомендую youwebdesign.ru смарт-тейп на любой кошелек найдется на любое имя так скажем потому что кому-то просто безлимитный хостинг на ssd а кому-то целый сервер можно арендовать потому что там имя какое-нибудь я не знаю там алифтина тут сам понимаешь только серверную стойку целую надо откупать для того чтобы добиться так сказать благополучия но алифтина я не хочу никого обидеть но это в основном знаешь какая-нибудь в общаге которая пропускает на сидит на этом на ресепшене алифтин алифтин Михайловна можно я пройду с бабами и цветами в номер вот тем не менее да я думаю даже она будет рада хостингу тем более если это смарт-тейп www.business.ru смарт-тейп ссылка реферальная вы можете нас таким образом еще поддержать так сказать совместить приятное с еще приятней и будет круто так первая тема у нас из разработки CSS Tricks как в старые добрые времена причем не просто как в старые добрые времена что CSS Tricks а еще и Крис Койер написал ну-ка так-то он там уже практически отходит от дел он отходит как знаешь вот как кожа такая старая вот отходит вот реально уже по чуть-чуть можно его отрывать прям кусочками такими иногда зубками прям отрывать короче говоря вот есть проблема CSS Grady это конечно классно но бывает такой момент когда вот логически и семантически нужно обернуть какие-то объекты еще в контейнер какие-то там статьи например обернуть еще в контейнер а по верстке надо чтобы этот контейнер никак не влиял вообще а если это будет какой-нибудь диф то у него уже будет блоковый так скажем блоковый дисплей и если он во Flexbox участвует он будет нормально выстраиваться а его дочерние элементы уже не во Flexbox не в Grady не будут участвовать как самостоятельные элементы они будут только внутри вот этого конкретного родителя в большинстве ну в большинстве случаев это как бы ну устраивает нас но бывают такие edge case когда нам нужно чтобы внутренний контент контейнера вел себя будто бы он находится на том же уровне на котором и родительские контейнеры находятся есть у нас условная сетка и эта сетка она отображает не только статьи она еще отображает там в конце блок похожих статей или в самом начале там первые какие-то рекламные объявления мы хотим чтобы это все выглядело единой сеткой чтобы пользователя затуманить запутать и он не понимал че объявления а че статьи ну допустим да если опять же вредные советы от сурового веба так вот новое свойство появилось display contents которое мы накладываем на родительский элемент и тем самым этот родительский элемент вырывается из контекста и он не создает бокс у него нету марджина пэддинга и так далее то есть только а его уже дочерние элементы они поднимаются на уровень выше на тот же уровень на котором был сам родительский элемент вот такой вот майндбловинг в хроме уже есть в вебките есть в файерфоксе есть веджи еще не ввели но здесь есть сразу голосование на том что типа введите веджи там а бла 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 я уж не знаю сколько майкрософт будет к таким голосованиям прислушиваться но как бы по факту оно есть и да оно конечно напрашивается вот если вот сейчас мне Крис Койер об этом объяснил я такой а ну да действительно такое же бывает а вот так чтобы я сам сидел и столкнулся с тем что мне нужно чтобы контейнер был семантический а на верстке его не было ну слушайте вот я в такие моменты может быть какой-то один раз такое было просто отказывался от этого контейнера должен быть семантический ну и хрен на него если на него из-за этого вся верстка поедет будет как бы вот не очень кстати есть еще подобное свойство называется Subgrid Display Subgrid ну и оно ведет как уже можно догадаться на грид ну да оно в смысле оно в том гриде в котором участвует родитель она участвует в свой мини-грид ну и как бы окей чтобы не делать грид в гриде можно сделать Subgrid и это логично но это конечно другое поведение чем Display Contents поэтому вот ожидается такое свойство можете уже начинать пробовать с ним экспериментировать а еще лучше нам написать в комментариях реальный Age Case кроме вот того бреда который я придумал что мы хотим чтобы объявления из статьи стакались в один грид и выглядели одинаково нахрена еще бы такое вдруг использовать следующая тема нам Кеша Пуделев предлагает рассказ о том как я ворую номера кредиток и пароли у посетителей ваших сайтов это сам Кеша ворует или нет конечно естественно причем он сначала на английском это написал а RuVDS уже у него перевели ему просто удобнее на английском писать вот так что да а здесь в данный момент на хабре статья эта статья облетела вообще весь интернет я ее встретил в сто пятьсотах разных каналов на телеграме в твиттере ее выкладывали нам ее предложили дважды насколько я понимаю практически у Макса плюс сто пятьсот ее встретили вот да это уже прям вот баян-бабаян но нам как-то похрен потому что Кеша Пуделев предложил а после Кеша Пуделева еще Максимус нам ее предложил Максимус такой еще ну это сам Макс плюс сто пятьсот скорее всего стопудово Максимус нам вот так написал Дэвид Гилбертсон рассказывает на Хакер Нуне как встроил вредоносный едва ли обнаружимый скрипт на тысячи сайтов через инфраструктуру NPM в скобках на самом деле нет но очень любопытно описано как мы дошли до такой жизни в общем я не буду подробно сейчас об этом рассматривать в общем чувак кстати вот если я перейду на оригинал на Хакер Нун я не знаю ты тоже перейди на Хабре ну вот видел же ты его мы уже его тему сто раз обсуждали там такой чувак в очочках весельчак так скажем весельчак и вот он рассказывает о том что а вот представьте говорит вот встроили мы в какой-нибудь NPM пакет в скрипт вот решили мы вообще воровать на всех страницах на которых есть формы у любых элементов у которых input type password ну то есть это пароль какие-нибудь имена типа card number cvc или что-то подобное просто вот все что такое встречается заворачивать и отправлять к нам на сервис через аякс да условно говоря то есть мы реально хакеры еще те типа того да вот на какой-нибудь просто legit analytics точка ком и весь в запрос полностью зашифрованную строку которая представляет ну понятно беспорядочный набор символов если он через btoa ну через шифрование короче говоря просто это передать и все вот как нам такое провернуть ну вот я сначала думал что вот xss уязвимость это как-то вот долго на одном сайте искать xss уязвимость как ты можешь там код свой эволюетить на сервере и так далее это сложно это долго а значительно проще воспользоваться уже готовой инфраструктурой npm npm это вот нодовские модули которые участвуют не только на бэкэнде когда ты непосредственно пишешь там что-нибудь на экспрессе какую-нибудь опиху а даже когда ты просто на веб-паке делаешь какие-нибудь делаешь что-нибудь реактовое или vue.js ты тоже подгружаешь npm модули но может быть ты уже ярном пользуешься но оно даже и не важно npm пакетный менеджер какой-нибудь и вот говорит я написал но он я спойлер алерт забегая вперед он этого не делал то есть он говорит что вот это я просто придумал и он еще в конце шутит то есть ты имеешь что он теоретик да в этом случае он теоретик хотя он написал сказал вот я говорит кстати как раз недавно выложил новый npm пакет easy easy вот говорит интересно мне теперь вы теперь очканете его ставить или нет после того как я типа вот тут такое написал но он говорит вот допустим есть условный npm пакет который у вас в консоли подсвечивает разными цветами так скажем текст просто для того чтобы в варнингах не путаться а чтобы вот они были удобны ты такой ня-ня-ня поставлю этот плагин а у тебя на самом деле есть исходный код в этом в этом npm пакете который вот ну делает все то воровство делает которое и есть и ты тут начинаешь говорить да как я бы никогда в жизни такое не пропустил потому что первое я заметил бы исходящие сетевые запросы он говорит а я вот так написал код что когда открыта панель инструментов разработчика даже если она откреплена от основного окна рядом просто висит у меня он уже ничего не отправляет это называется маневр гейзенберга пытаясь наблюдать за поведением моего кода вы меняете его поведение ну то есть код не отправляется когда ты открыл инструменты разработчиков кроме того говорит программа сидит тихо при выполнении на локальном хосте или на любом IP адресе или когда имя домена содержит слова dev, test, qa, ua, t, staging и так далее то есть тут он типа в его умышленном мире он предусмотрел вообще все дерьмо потом говорит наши пентестеры увидели бы это в их средствах для мониторинга HTTP запросов он спрашивает а в какие часы они работают моя программа ничего никуда не отправляет между 7 утра и 7 вечера это конечно говорит наполовину сокращает улов но зато на 95% уменьшает вероятность обнаружения то есть вот даже вот такое что-то там какие-то помехи у тебя есть немного не-не-не я слушаю тебя нет типа телефон у тебя лежит или что-то такое нет ничего нет да ну вот я прям слышу но у меня вроде нет такого ну ладно похрен вот говорит и мне еще говорит пришлось проверить когда я все эти кредитки украл они моя говорит там не украдена нигде ну и он кстати забегая назад вот этот NPM пакет попал в зависимости в какую-то там библиотеку и короче у него было уже 120 тысяч загрузок в месяц через там неделю то есть реально если встроить что-то в NPM пакет и а он еще раскидывал пау-реквесты что типа вот в вашем там бойлер плейте никуда без вот этих вот раскрашиваний консолей и так далее ну и его действительно везде добавляли и вот у него типа 120 тысяч загрузок в месяц все говорит потом типа я бы увидел исходники в исходном коде на гитхабе говорит а я бы именно вот тот кусочек который компилируется в вредоносный код я бы его на гитхаб не заливал через gitignore просто его убрал и он бы на гитхаб не заливался а потом говорит я бы ну опять же это типа дискутирует человек который хочет это найти хакер так сказать антихакер я говорит проанализировал бы все минифицированные исходники кода из node modules он говорит ну вы конечно можете искать но я говорит вот просто могу зашифровать допустим есть у нас метод fetch подожди так у нас техническая накладка возникла у меня кусок звука пропал короче говоря здесь вот этот его мнимый оппонент так сказать лирический оппонент говорит что вот я бы проанализировал все исходники из node modules минифицированные ну говорит да но вот допустим вы бы увидели вот такую строчку что const i равно gfudi а gfudi это зашифрованная строка fetch просто плюс один символы и вот вы уже не поняли это ладно плюс один а если запрограммируешь что там не плюс один а плюс там шесть или семь хрен догадаешься все вот эти возможности перебрать поэтому даже если будете исходники смотреть то можно что-то пропустить что касается csp content security policy я вообще не очень знаю что это такое но да то есть он нашел четыре строчки тоже придумал которые позволяют это обойти оно конечно работает только в хроме но хром у нас сейчас по своей по зоне покрытия очень большой поэтому это уже все равно большой так сказать провал вот ну и тем более он говорит что у таких компаний как amazon и ebay на странице где вводят номер кредитки даже и нету content security policy поэтому это даже и ни о чем следующий вот что вообще он говорит о том что делать как от этого защититься ну первый бредовый вариант никакого интернета никаких сайтов понятное дело что тогда никто у вас ничего не украдет а второе никакой постороннего кода на важных страницах в том смысле что даже если у вас супер react приложение то вот те страницы на которых вы собираете какую-то важную персональные данные их надо написать на своем ванильном джаваскрипте без зависимости для того чтобы персональные данные ваших клиентов не пропали ну и в самом деле вот надо просто задуматься над тем что вот есть react и у него 138 npm пакетов и хрен его знает что в этих пакетах всех записано и можно зашквариться просто от того что вот в какой-то один из пакетов так сказать вирус попал ну не вирус а общим словом просто так назовем вредоносный код тем более что уже были ситуации когда я не помню там кажется не react упал а что-то другое когда один mpm пакет отвалился у кого-то но кто-то новую версию выкатил она нестабильная была и что-то вот такое крупное типа react просто отвалилось отказалось работать и это был конечно прям вот провал поэтому да понятное дело что такие большие фреймворки библиотеки они удобные с их помощью быстро работать но я думаю что вот это еще раз нам показывает вот эта статья этот пример что самописные решения или более какие-нибудь простые решения типа опять же там нашего любимого вордпресса они все равно будут иметь место в какой-то момент хотя опять же вот вордпрессе есть какие-то тоже библиотеки например php-мейлер библиотека которая отправляет с помощью php-почты она вордпрессе встроенная и вот вдруг в каком-то из новых релизов php-мейлера тоже там попадется какая-то угроза оно же тоже там через композер подгружается когда они вордпресс компилируют им придется срочно вордпресс компилируют это конечно смешно но вы поняли собирают так скажем им придется срочно какой-нибудь супер секьюрити заплатку выпускать и так далее поэтому да вот тут над этим надо задуматься как вообще нам дальше жить с тем что зависимости они как бы при общем удобстве они большую угрозу несут в себе но пока задумаемся пойдем дальше как раз релиз вордпресс 4.9.2 вышел не знаю зачем я это включил то есть мы уже давно в принципе от вордпресса отошли в нашем подкасте но во-первых я думаю это дань традициям это такое легоси во-первых легоси а во-вторых реально в мире вордпресса мало что происходит теперь и ну действительно вот за последний год все что-то топчутся на месте пытаются это вот Гутенберга сделать а по факту ничего существенно нового так и не произошло короче нашли xss уязвимость они в фоллбэк файлах флэш в медиа элемент библиотеки и они просто решили ну выпилить как факт что флэш файлы не нужны они выпилили этот момент вот ну и там есть еще какие-то 21 баг я почему вообще эту тему включил потому что мне недавно опять же почтовый ящик забомбардировало все наши сайты обновились автоматически на 4.9.2 причем забавно то что ну вот бывают там какие-нибудь клиенты которые не платят за поддержку сайта ты им не заходишь все не обновляешь там каждую неделю как делаешь с теми кто платит да и у них вот не 4.9.2 а у них еще вордпресс 4.6 установлен но даже на вордпресс 4.6 надо отдать должное выпустили условные там 4.6.7 по-моему такой которым тоже именно вот эта безопасность заделывается то есть вот эти security ветки они их пушат в последние 5 мажорных релизов условно говоря чтобы даже если ты на 4.9 умышленно не обновлял с 4.6 хотя бы чтобы безопасность у тебя все равно работала то есть там именно вот когда автоапдейт включены он вот эти микрорелизы безопасность накатывает но если ты туда зайдешь непосредственно в админку и скажешь обновить он тебе все равно предложить обновить уже до 4.9.2 то есть вот так вот ну круто поэтому простите зевнул поэтому вот я когда это все мне отбомбардировало почтовые ящики такой о интересно что это за такое security обновление потому что очень редко оно вот допустим когда выходит там 5.0 мажорный релиз там надо прямо вот в коде менять ну не в смысле в коде самого wordpress но там где-то в конфигах перепрописывать чтобы вот такие мажорные релизы тоже автоапдейтами накатывались потому что по умолчанию только вот такие минорные накатываются и они именно всегда безопасности и вот я раньше прям даже помнил на каких версиях какие баги там были сейчас конечно мне уже не до того чтобы такой бред запоминать но вот да здесь уязвимость с флеш-файлами была связана и казалось бы уже так сказать давно забытая но тем не менее вот и есть так ну все у нас научпоп начинается я правильно понимаю да да у нас там что-то про СССР даже сразу же да нам Wafa Abzi предложил еще 13 января написал привет про грандиозные проекты СССР на каком-то сайте Travel Ask такой сайт на котором бородатый хипстер нарисовал ни разу про такое не слышал но вот оказывается такое есть они нам у них здесь есть сразу и авиабилеты и отель ладно не буду их сайт рекламировать у них короткая такая заметка 5 заброшенных суперпроектов СССР лишающих дара речи одним своим видом ну конечно звучит помпезно на самом деле не так но тем не менее здесь вот нам показывают что во времена голодной войны были как бы было тяжело но зато некоторые прорывы были совершены и поэтому есть чем так сказать погордиться и вот ну вот первое поселок нефтяные камни Азербайджан здесь картинка слушатели просто представьте здесь просто гигантская куча помостков то есть на Каспийском море целый поселок на воде и все из помостков таких сделано и там просто свет горит и так далее там кипит жизнь такая знаешь урбан урбан венеция вот очень урбан венеция прям вот я бы даже сказал урбан норвегия как-то очень холодно это выглядит хотя Каспийское море оно достаточно теплое я так понимаю оно все таки на юге но выглядит достаточно прохладно так вот поселок он там находился естественно потому что там крупнейшее нефтяное месторождение было то ли оно выработано все то ли просто из-за того что Советский Союз развалился за него все еще спорят азербайджанское это или наше но как бы то ни было нефть там уже не добывают а около 2000 человек по-прежнему продолжают здесь жить просто вот так жить на воде в магазин ездить видимо на берег уже как-то это конечно вот опять же ну допустим даже это так ведь никто об этом вот нам не скажет кроме этого сайта travelask.ru вот где бы мы могли еще об этом узнать просто прям прикольно станция изучения ионосферы змиев Украина змиев да так город называется видимо или сама станция или город так вот подобно ХААРПу помнишь мы с тобой рассматривали то ли просто мы с тобой разговаривали эту тему я думал ты скажешь мы рассматривали ирландское пиво ХААРП но здесь ХААРП через две буквы Эй мы то ли просто базарили то ли в подкасте говорили что там была супер метеостанция и до сих пор все думают что это климатическое оружие американское кстати на Аляске находится там огромное количество антенн и что типа вот ну есть мифы что это сейсмооружие что всякие там тайфуны и прочий бред они могут насылать и вот они там когда у нас на России то потепление то похолодание это вот они с ХААРПа хреначат вот о таком говорят и вот тут говорят о том что вот был советским инженерами разработан по чертежам американского про это ХААРП только отличался куда большим размером тоже комплекс и диаметр параболический контент здесь достигал 25 метров я не знаю какие на ХААРПе они вообще там вот таких круглых я не видал на ХААРПе я смотрел картинки там оно какое-то все как подстанция выглядит куча каких-то столбов непонятных и так далее но вот да но печальная участь постигла этот проект с началом перестройки потому что и изучение ионосферы это шло на задний план финансирование прекратилось а после распада союза станция и вовсе отошла Украине ввиду общей суматохи и неразберихи пока до объекта дошло дело большая часть его оборудование уже казалось растасканной местными на драгметалл вот так вот бывает комплекс протон в Протвино видимо это где-то в Подмосковье судя по названию это как-то дубно-коломно-протвино возможно вы удивитесь но еще во времена СССР ученые занимались созданием собственного андронного коллайдера ну и действительно здесь вот съемки с неба вот этот круг видно что это адронный коллайдер какой-то и ну не такой большой может быть как в Церне хотя написано что длиной оно было свыше 20 километров я не знаю сколько в Церне коллайдер длиной ну там может 25 например или что-то еще но тем не менее заря перестройки привела к остановке и этого проекта то есть опять же вот все развалилось и хотя вот у нас тоже был свой коллайдер мы там частицы бы изучали и это прикольно четвертое мое любимое а у меня появились любимчики даже вот в этой небольшой статье база подводных лодок Балаклава это говорит на секретных картах времена СССР место обозначалось как объект 825 ГТС интересно как ГТС расшифровывается построена база подводных лодок была в 61 году неподалеку от Балаклава видимо поселок так назывался или деревня попасть внутрь можно было через две двери каждая из которых была водонепроницаемая тщательно замаскированная база имела невероятные размеры и занимала территорию более 5000 квадратных метров здесь находились собственная пекарня спортивный центр и госпиталь в случае какой-либо угрозы могли бы укрыться все жители Балаклавы а продовольствия им бы хватило на целых 3 года прикольно 5 квадратных километров под каким-то городом еще и с супер засекреченными дверями это прям вот интересно ну и наконец пятый момент это радиолокационная станция Чернобыль-2 монументальная загоризонтная радиолокационная станция Дуга была основана в 85 году с целью обнаружения возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет практически про наши только про оно сбивает а тут только обнаружает площадь составляла 160 километров а ее антенны могли подниматься в небо на 150 метров однако после аварии на Чернобыльской атомной электростанции станцию забросили ну выглядит действительно внушительно то есть если вот там снизу пятиэтажки то 150 метров вверх это уже практически Дубай нахрен а вот у нас тут такие антенны были и действительно поэтому даже даже не знаю что вам сказать уважаемые подписчики просто майндблоуинг блин вот вроде неплохой сайт да вот этот travel ask.ru даже как-то нормально сверстан но вот эти безвкусные блоки гугл рекламы а точнее яндекс директа да и яндекс директ и гугл рекламы просто они отвратительные тут еще говно рекламируют какие-то знакомства непонятные в общем ой ужас а так в целом статья прикольная даже как-то и гордостно да да прикольно мне больше всего понравилось про чернобыльский естественно потому что там сразу сталкер ну это да это точно да окей ладно идем к последней теме из тем из таких прям тем тем красзен между прочим оставляет нам тему под завершение с n plus 1 точка ру мемы хочется не растекаться на самом деле очень сильно потому что у нас поздно пол третьего ночи в принципе мы уже такие поистасканные на сегодня вот тема вся о чем тема вся о том что мемы это как бы идеи такие вот вирусные идеи такие можно сказать что из мемов состоит наша жизнь теперь и в принципе с помощью мемов можно управлять в том числе политикой то есть политики могут управлять практически государством и могут управлять выбором чуваков чтобы они их выбрали ну естественно в президент но это мы знаем это мы знаем это все использовалось используется все еще здесь просто написано что типа мемы это такая хреновина которая очень сильно то есть мемы это же очень сильные такие вещи которые легко запомнить они нам прям въедаются в голову и они могут жить без создателя вот мем то есть допустим там не знаю условно мем создал Трамп он его никак не будет поддерживать но его будут раскручивать другие чуваки вот ну и собственно раз я уже про Трампа говорю то есть сразу перейдем к центру статьи к середине то есть вот например все что связано с выборами в Америке тогда когда выбирали вот Трампа конкретно это все было основано на мемах и в принципе вся политика Трампа вот даже та самая кепка make America great again это же все понимаешь люди продумывали чтобы это стало мемом по сути ну да да оно выглядит как популизм то есть это такие популярные высказывания которые на самом деле может быть ну он он даже и не хотел этого делать но реально они звучали они круто выглядели и поэтому они сработали да ну и это здесь все типа рассказывается о том что очень сильно используется в СМИ везде мемы естественно в том числе маркетологи очень сильно должны за этим следить например такие понятия как хайп антихайп здесь причем написано что это конкретно наши рэперы русские ввели в русский язык хайп слово мне кажется что не так но окей допустим типа хайп это вообще была такая тема про наркотики опять же как обычно это на сленге что-то типа связано с уколом с уколом иголкой типа вот и то же самое что типа вот эти вот хайпы они возникают как уголы такие типа инвазивные скажем так уголой колочкой иголочкой вот значит что еще можно сказать здесь опять же описывается что вот как был мем вжух вот этот вот использован банком там каким-то я даже не помню каким я вообще не знал этот мем вжух я вообще смотрю какой-то код я как-то один раз может быть видел но вот ну типа вжух и ты там то-то и вот короче вжух и быстрый перевод средств значит короче да ну реклама МТСа с Сигалом значит это все мегафоны причем хотя там на Гиев видимо на Гиев когда-то и мегафон рекламировал не это кстати по-моему не на Гиев в том-то и дело а просто лысый чувак это просто какой-то лысый чувак да похожий там по-моему был какой-то ну как две капли воды согласен согласен в общем здесь все вот это описывается я даже не вот не хочу особо вдаваться в подробности ну понятно что мемы это очень сильная вещь такая эмоционально сильная она очень хорошо въедается в башку вот с помощью нее можно делать вещи абсолютно если ты короче типа зафорсился завирусился то в принципе ты себе дал трафик как самое важное в интернете собственно и можешь направить его куда хочешь там уже зависит от того как ты его удержишь там куда направишь опять же но это маркетологи все знают поэтому вот тот самый ты знал хотя бы мем с кофи-фи это была тема что короче трамп у себя типа в твиттере ну как бы скорее всего не он а может быть и не только не специально скажем так короче говоря у трампа в твиттере появилась на официальном твиттере похоже на кофе немножко и его везде использовали именно в тот момент когда вот короче была опечатка это был такой сильный мем тоже везде писали просто кофе-фи там чуваки классические такие знаешь такие ну не выспавшиеся люди короче в общем смешно смешно как-то не уловил видимо недолго продлился что до меня как-то уже не дошло да это быстро такая вспышечка была короче ну что я могу сказать мемы это сейчас главная тема интернета собственно то есть вот именно обозначение хотя они существуют собственно мемы существуют уже столько сколько интернет еще в 90-х вообще слово мемы еще вот из 90-х реально когда еще были чаты мирки ирки и так далее слово мем в меморис я как сейчас помню это было раньше типа меморис или в меморис я тоже помню да 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 то есть вот это как бы давно уже существует это как бы нормальная тема И этим пользуюсь Тебе сейчас какие-нибудь чуваки скажут, что вообще там Еще какая-нибудь великая депрессия Это мем, знаешь, какой-нибудь бред вот такой Ну, скорее всего, да, который из двача Они мне точно скажут Да нет, я имею в виду вообще, какие-нибудь социологи Скажут тебе, что еще в 60-х годах Там, Битлз это мем Знаешь, какой-нибудь сейчас вот такой Я и говорю, социологи из двача Ну да, там-то самые главные социологи Короче, окей, окей Мемы посмотрели У нас еще, короче, быстренькие Три прикольчика Именно от слушателей Да, я вот вас представлю, что называется Вот Алекс Кишак, который нам в прошлый раз Про Бабича два раза предложил Он первый раз попал под спам-фильтр Я потом вытащу этот пост Но он уже потом второй написал Ну, короче, он написал Блин, тупанул, вот статья про стратегию Естественно, никакую статью про стратегию Мы рассматривать не будем, потому что там Сложно, тупо и неинтересно Но да, про Бабича было прикольно Он пишет, очень приятно Я прям с названия понял, что статья Бабича залетела По скриптам Бабич ко мне не подкатывал А, видимо, мы там шутили про подкат Потому что второй раз, когда он написал Уже через четыре дня Увидел, видимо, что не это Не отложился его пост Что он написал Уже просто с нуля Чуваченги, вот ссылка с прошлой темы Которая оказалась вторым Бабичем, который подкатил То есть все-таки уже подкатил Это про стратегию И пишет, и немного будущего от Самсунга Концепт управления автомобилем Выглядит как будто украдено у Тесла Но все равно классно Опять же, тут можно проследить возвращение С кивоморфизма, как обсуждалось В одном из предыдущих подкастов Думаю, интересная тема Так, на пять минут Смотреть мы ее, конечно, не будем Дальше нам Рэй Деммер Пишет какой-то А почему Дискасс не используете? Почему нам Рэй Бачино не пишет? Потому что все, уже Его босса убили И он уже не напишет никому Ну да Почему не используем Дискасс? Ну давай Ну у нас был момент Когда мы использовали и Дискасс И гиперкомменты Но они тяжелые Они нагружают Опять же, возможно Крадут наши кредитки И мы вообще Хотели двигаться в тот момент К ламповости К собственному такому комьюнити И как бы Дискасс Он обязывал регистрироваться На Дискассе Если в гиперкомментах Можно было еще как-то Логиниться под социальными сетями То в Дискассе Ты даже когда жмешь Вход через Твиттер Он просто из Твиттера Берет твои учетные данные И пытается тебя зарегить на Дискассе То есть это все равно Был не логин через эти сети А просто взять оттуда инфу И никто не хочет регистрироваться На еще одном сервисе Только для того, чтобы Нам оставить комментарии Поэтому мы решили Что пусть у нас будут Такие анонимные комментарии Но и для тех, кто любит регистрироваться Вот у нас будет своя атмосфера Но вообще, конечно Надо будет этим заняться В какой-то момент Переработать всю эту тему И сделать нормальной Уютненькой комьюнити Вот примерно из тех времен Из которых мемы Пошли в двачи У пячки У нас так и выглядит примерно сейчас Как в двачи У пячки Да, но можно еще сделать Чтобы оно выглядело примерно так же Но было хотя бы еще удобнее Поэтому вот так вот Ну, давай К обойке перейдем Обойка Обойка Открываю обойку Сейчас, секундочку Секундочку Она у меня, как обычно, загрузится Надо, видимо, обойку Самую первую открывать Потому что у нас В Челябинске интернет Плохо... Все, я уже открыл Короче, да, на самом деле Хороший интернет Здесь фотография Мы видим здесь фотографию Окна и белья Развешенного Сушащегося Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, белье это темки наши Конечно Я тоже думаю, что белье это темки За окном За окном, я думаю Наш подкаст Он как бы высовывается И забирает от темки И надевает на себя Сразу Причем сразу все Какие-то темки Это штаны Какие-то трусы Какие-то полотенца Да Как вот выбрать Какие-то про что Но вообще, да Если это громкие темы Это, конечно, трусы Я думаю, трусы Это Это Крис Койер Самые Самые широкие трусы Стопудово Да Самые широкие Растянутые С резинкой Такой расхлябанной же А вы, наши слушатели Вы идете И это Вы это дети Для которых мы постирали Это все белье Мы мамки такие И папки А я думал, знаешь Это, знаешь, какая-нибудь Провинция Какой-нибудь Италии И там помои выливают Вот из окна Знаешь, вот это И выкидывают мебель Когда надо обновляться Вот Вот так Руссо-туриста, короче Они идут А мы обликоморалием делаем Ну, тогда хорошо Ты тогда давай Мораль Я облика Ну, хорошо Короче Подписывайтесь на нас в соцсетях Уважаемые подписчики Спасибо, что Прослушали этот долг Или просмотрели этот подкаст Оставайтесь с нами Вконтакте В Твиттере В Фейсбуке В Инстаграме В Гугл Плюсе Самое главное В Телеграме Канал в Телеграме Сейчас живет Прям там всякая жизнь Группа в Телеграме Там тоже жизнь Канал Варкрафт Рус В Телеграме Там еще большая жизнь Поэтому Вот Заинтересуйтесь Нашей платформой На Телеграме Она На данный момент Самая цветущая И пахнущая На Ютубе Ставьте лайки Пишите отзывы Ставьте колокольчики Пишите комментарии В смысле Отзывы Это пишите в iTunes И там звездочки Ставьте И да Увидимся уже Я надеюсь Через неделю Всем удачного дня Пока Пока